запись запись пошла сегодня 3 февраля до уже 2021 год оказалось бы еще не так давно был у нас 20 20 всего лишь что такое спикер кафе для тех кто подключился только что станислав вера если есть возможность включать камеры чтобы мы вас видели это одна одно из правил которые я исповедую жив очень-очень давно если не получается конечно это ваше право присутствует качестве наблюдателя в нашей игре но все-таки я приветствую то чтобы все те кто присутствует они также принимали участие и косвенно и прямо принимали участие потому что у нас есть правило которых я расскажу ровно через одну минуту правило не меняет уже вот уже три года как существует проект который был представлен широкой общественности 2018 сейчас 2021 год и спикер кафе не менять зачем спикер кафе те кто у меня уже были они было маша вера и надежда они прекрасно со мной знакомая я вас рад видеть что вы не упускаете возможность лишний раз практиковаться перед незнакомой аудитории всегда здорово это всегда стресс прежде чем начнем я надя к тебе обращусь заодно проверим как работает по микрофон у тебя какие ожидания от сегодняшнего вечера ожидание посмотреть на себя со стороны через полгода какое интересное ожидание маша у тебя проверить свои навыки в экстремальных условиях получено задание и как я его вам донесу надеюсь получить обратную связь ну да что касается обратной связи то она будет суровая и беспощадная я к этому призываю тех кто зашел сюда в качестве зрителя сейчас не сомневаюсь опаздывающие зайдут потому что оказывается и в зуме можно опаздывать хотя что казалось бы включить себе телефоны наблюдать он нет так максим к нам присоединяется сейчас всех пустим зал леонида приветствую вот с леонидом незнакомый за очных мактим как погода ханты-мансийске или ты не в ханты-мансийске сейчас сидишь а в шире держи то есть лыжня у тебя лыжня а у тебя соревнования ты говорил рад тебя видеть похудевшим похудевшим загоревшим отдохнувшим рад видеть здорово так значит пикер кафе на всякий случай да может пока выключить микрофончики пока другие коллеги подключаются спикер кафе я уже сказал проект уже достаточно старый но правило они на самом деле виды изменили за эти несколько лет только себе представьте на одном из первых спикер кафе у меня было 20 спикеров 20 и эта встреча длилась по моему четыре с половиной часа она была в оффлайне все жутко устали но тем не менее получили удовольствие я понял что он для себя понял что если люди говорят интересно люди говорят хорошо и люди при этом сменяются то таких людей можно слушать гораздо дольше чем на бизнес форме синергии потому что у нас хотя бы польза какая то есть так вот пять спикеров 10 критиков зрителей это те кто не участвует сегодня как спикера а значит в любой момент я могу обратиться к вам за тем чтобы вы дали обратную связь обратно связь мы даем почек листу он предельно просто там всего шесть позиций в онлайне мы сегодня с вами в онлайне но не ровен час ближайшее время мы все-таки встретимся и живьем для тех кто столицы главная задача спикера не просто удержать внимание в течение четырех минут но еще есть уметь произвести впечатление на свою аудиторию новую аудиторию незнакомую аудиторию критически настроенную аудиторию между делом и собственно говоря затем после этого выступления мы получаем 2 а иногда три обратных связи вот каждый спикер получает две или три обратных связи от аудитории от меня от кого-то из наших приглашенных гостей и зрителей и возможно от кого-то из спикеров но там все зависит от того времени главное чтобы это тоже не растягивалось по времени темы спикеры получили вчера их задача как всегда проста на первый взгляд за четыре минуты произвести впечатление дать какую-то полезную информацию а самое главное дать нечто такое чтобы люди впоследствии себя возможно при помощи той информации которую вы дадите изменили фактически я всегда говорю на всех курсах вышки в сколково везде где преподаю любое выступление есть не что иное как продажи себя своих навыков и компетенции и чем лучше вы себя продаете тем дороже вы чувствуете поэтому этот навык надо оттачивать постоянно и неважно где вы выступаете взуме ли в тимсе в ватсап чатах разговариваете с незнакомыми людьми произвести первое впечатление как визуально так и вербально открыт рот это тоже надо уметь постараться так ну что у нас пока 8 человек я очень люблю эту фразу константин позвольте пожалуйста да позволяю константин да да зависает звук зависает ваш звук я хотела уточнить это только у меня или все у меня тоже зависает хотела в чат как раз написать очень сильно зависает и я написала в чат спасибо коллеги сейчас я сделаю маленькую перестановочку у меня же все для этого есть вы не понимаете запущу второй дополнительный микрофончик он у меня до низком старте приготовлен сейчас одну секунду я сделаю перестановки благодарю своих неравнодушных зрителей в в этом эфире мы можем это сделать сейчас не секундочку станете мне я приключусь микрофончик и скажите мне как меня слышно а если будет вот так так лучше стало слышно переключил микрофон так что лучше слышно кто-нибудь скажите вот спасибо вообще конечно странное дело все вот эти hands-free гарнитуры они иногда имеет свойство подвисать поэтому я сам не сторонник беспроводных устройств особенно когда в большом многоквартирном доме очень много устройств которые подключаются к bluetooth к вай фай и прочее сигнал получается зашубленным и иногда случаются вот такие казусы прошу меня простить одну секунду я включу свет сейчас будет лучше но кто-то к нам еще присоединился пока нет у нас еще пара спикеров но надеюсь они появятся обязательно вернемся к тому слайду который на ваш картинке все вы знакомы с львом николаевичем толстым еще по урокам школьной программы я не так давно читаю одну книгу по философии наткнулся на его изречение которое мне показалось вообще для изучения коммуникации современная очень очень и очень важно на что я хотел бы обратить ваше внимание на самом деле вот эта фраза про людей которые учатся говорить а надо слушать она про сегодняшний день подходит как нельзя кстати и вот в его этой фразе как мне кажется вся суть критического мышления мы очень много говорим но не слушаем что говорят другие а вот когда слушаем не всем нужно верить тот и в свете последних произошедших политических событий в нашей стране я не занимаю никакую сторону сразу же хочу предупредить ни тех ни других ни третьих поэтому коллеги надо учиться слушать и почему этот слайд вам показываю потому что я призываю всех внимательно слушать то что будет сегодня происходить как будут выступать наши спикеры так и спикеров у нас здесь раз два три четыре человека есть очень здорово один задерживается но не сомневаюсь он подключится 4 это вот то минимальное количество которое нам необходимо спасибо что пишите в чат сейчас ничего не тормозит все супер здорово тогда будем начинать потому что в моих правилах подождать максимум 10 минут и будем начинать чтобы не затягивать нашу веселую историю так вот чек-лист проверки навыка спикера который мы сегодня будем использовать он не меняется он стандартный объясню вам его что это значит выступает спикер которого вы не знаете который не знает вас не знает аудиторию выступает произвольном порядке здесь четыре человека он не знает когда он будет выступать каким по счету но и сегодня еще ждет один маленький сюрприз всех так вот мы оцениваем уровень подготовки что такое подготовка подготовка это широкий пласт вообще но во первых это и работа с информацией и работа со своим внутренним состоянием потому что если не уверен не настроен не готов то вся эта неуверенность неподготовленность его будет видна и слышно затем невербальные инструменты несмотря на то что мы с вами в онлайне за последние дни недели к счастью я провел достаточно много встреч и тренингов в оффлайне получил непередаваемое удовольствие конечно в оффлайне вся наша невербалика все наши эмоции они выглядят звучат и воспринимается гораздо лучше но тем не менее невербалика даже в зуме имеет большое значение наверняка вы сталкивались неоднократно когда заходите на зум-конференцию там сидит человек еле шевелит губами вы не понимаете он завис интернет у вас тормозит ли что такое происходит поэтому невербалика для того чтобы оживить картинку очень важно ее мы тоже будем оценивать напомню что все мы оцениваем по пятибалльной шкале и очень важно быть при этом честным и с собой и со спикерами потому что завышенные оценки здесь никому не нужны лексика уровень владения нашим языком нашим на котором мы говорим поэтому как человек говорит если у него слова паразиты все это влияет на чистоту восприятия той информации которую на нас пытается донести уважение это насколько мы с уважением относимся к той теме с которой вы заступаем потому что есть некие подводные камни в любой теме уважение ко времени это тоже очень важно чтобы не вылезать за рамки отведенного тайминга 4 минуты это 4 минуты технические аспекты они имеют значение в онлайне а вот в оффлайне но в онлайне это тоже также имеет значение в оффлайне еще обращаем внимание на то как выглядит человек во время первой встречи на это обращайте внимание технические аспекты но и полезность материала насколько все то что нам рассказали в течение 4 минут вообще применительно для нас вообще может нами как-то использоваться обратите на это внимание полезность здесь такой краеугольный камень любую информацию можно донести так что вау развлекательный контент контент нам подняли настроение но потом эту информацию никуда мы вроде бы как не используем но в любом случае настроение там нам подняли и значит все таки какая-то польза от этого есть поэтому шесть пунктов можете к себе куда-то переписать они вам пригодятся здесь все просто понятно и доступно очень странно что из 16 заявленных человек ровно половина не пришла но так значит им и надо они что-то пропустят для себя важное интересное и полезно сегодня четыре спикера которые есть я готов взять в руки секундомер он же смартфон чтобы засекать время на ваших выступлений и будем начинать потому что здесь самое интересное происходит после уже после обсуждения выступления наших спикеров поэтому сегодня анна кириленко а не тебе открывать первое сегодня наше выступление не сомневаюсь ты готова станислав привет подключил видеокартинку вот и а не когда будешь готова скажи засеку твои четыре минуты славы а потом мы готова рада быть первооткрывателем сегодня да готова здравствуйте вчера я получила от константина замечательную тему про светлую добрую открытую жизнерадостную позитивную красивую и творческую девушку певицу нашей российской эстрады и эта девушка она относится к типу людей солнца это те люди которые когда заходят в аудиторию то они буквально освещают своей энергетикой все пространство вокруг они как будто светятся и также люди типа солнца они являются секс символами двадцатого века и эта девушка певица она яркая тому подтверждение я помню еще себя семь лет назад я пришла на ее концерт и стояла перед сценой смотрела на нее и восхищалась ее красотой ее пением ее голосом она пела тогда вживую и создавалась такая знаете атмосфера радости позитива все танцевали все подпевали она умеет хорошо работать с публикой то есть она очень добрая без пафоса открытая и она переодевалась в разные такие наряды трансформеры которые такие были струящиеся легкие как она сама и если вы хотите допустим поднять себе настроение если вам грустно либо вы проснулись с утра и варите себе кофе и хотите зарядиться какой-то позитивной энергетикой и настроением то обязательно включите ее песни и послушайте и заряд бодрости на весь день вам обеспечен это одна из моих любимых певиц и иногда именно ее я слушаю по утрам и мне кажется вы наверное догадались какой певицы я говорю если же нет то вот вам моя маленькая подсказка это экс-солист группы viagra это вера брежнева может быть кто-то уже догадался в 2007 году она покинула группу и ушла в сольную карьеру и многие люди они не верили в то что эта девушка сможет самостоятельно добиться успеха но именно вот вера брежнева это как раз тот пример когда девушка из обычной бедной семьи но трудолюбивая и со страстью относящиеся к своему творчеству к своему делу уперта и несмотря на все преграды которые стояли на ее жизненном пути несмотря на все закрытые двери она все-таки добилась этого успеха и на сегодняшний день она успешно во всем она является и заботливой мамой и любящей и любимой женой так как она замужем еще за константином меладзе это продюсер и композитор также она светская левица она активный общественный деятель у нее свой благотворительный фонд и она естественно успешная и востребованная певица и ее жизненное кредо это идти по жизни с улыбкой вперед и если мы также будем гореть своим делом своим своей целью своей мечтой и идти к ней несмотря ни на что несмотря на все преграды то мы также как вера брежнева можно достичь а своего личного успеха и сегодня день такой знаменательный 3 февраля это день рождения веры брежневой и я хочу от всей души поздравить эту вечно молодую красивую сексуальную девушку с днем ее рождения и пожелать чтобы она продолжала радовать нас своими песнями и чувственными клипами спасибо антика 420 длилось только твой выступление сколько сегодня исполнилось 39 лет 39 лет да на 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 год старше моей жены и поэтому я прекрасно знаю что и сегодня 39 лет большое спасибо за это выступление уважаемые коллеги я не вижу что вы аплодируете но подозреваю что сейчас мы оценим это выступление максим максим не торопись аплодировать раньше времени еще раз те кто подключился к нам только что это было выступление первого спикера на сегодня и сейчас оценку это выступление мы проведем в открытом разборе еще раз хочу напомнить тем что у нас не стоит задача закидать вот этими непонятно чем выступление они они выступила хорошо они выступила интересно но насколько это было интересно полезно нам насколько та информация которую они взяла и нас нам предоставила, как она ее предоставила. Мы сейчас все разберем. У нас была Вера Брежнева. Как ее девичья фамилия, Ань? Галушка. Галушка. Там А на конце. Да, Галушка. У меня просто друг есть в Нью-Йорке, только что с ним разговаривал. У него фамилия Галушко. И вот, я думаю, не родственник Леони Часов. Про Веру Брежневу рассказали. Вера Юрьева у нас поставит оценки. Верочка, подключайся. Ты у нас уже тоже тертый калач. Знаешь, как ставить оценки? Без суда и следствия. Спасибо, Константин. Анна, спасибо большое за прекрасное выступление. И в день рождения Веры Брежнева хочется сказать только одно. Вера Брежнева стареет, а мы все стареем. Потому что мне кажется, что ей каждый год исполняется 39. Нет, ей 39 исполнилось только в этом году. Если ты думала, что ей 10 лет назад исполнилось 39, Вера, то тут, знаешь, такая спорная вещь. Так, чек-лист на всякий случай я вывел тебе. Пожалуйста, говори. Спасибо большое. В общем, что по самому выступлению я тебе записала, что меня немножечко смущало. Ну, на мой взгляд, очень долго она не называла ее... Извините. Коты. Коты. Очень долго не называла имя певица, а все время хотелось ее визуализировать, да, потому что она рассказывала о своем ощущении этой певицы, а хотелось образ понять. В тот момент, когда она его назвала, видимо, первый раз, у меня, по крайней мере, был сбой, и я его не услышала. Я не услышала, что это экс-солистка. Я, ну, как бы, интуитивно поняла, как бы, по отрывкам, которые у меня были. И, видимо, только второй раз, когда Анна назвала ее имя, я смогла услышать, что это Вера Брежнева. Ну, на мой взгляд, для меня ничего... Ну, как бы, из того, что... Я увидела только отношение Анны к самой Вере Брежневой, но никаких таких вот как бы необычных, нестандартных фактов, которые мы могли бы услышать, я, к сожалению, не нашла. Ну, единственное, что благотворительный фонд, но он где-то у меня всплыл там на подкорке. По оценкам. Подготовка, на мой взгляд, 4. Это субъективное мнение. По невербалике отличная пятерка. Мексика, опять, меня ничего не смутило именно по самой речи. Уважение к теме 5, но, опять же, может быть, можно было бы какие-то интересные вещи найти. Техническое оснащение пятерка и полезность для меня, по крайней мере, 4. Спасибо, Вера, большое. Я тебе наводящий вопрос задам. А что ты будешь делать с этой информацией? Для тебя это повод сегодня отметить день рождения Веры Брежневой? Нет, у меня как бы равнодушное отношение к Вере Брежневой. У меня нет такого просторга к ее творчеству, к ее персоне. Поэтому в очередной раз я просто вспомнила эту шутку, что Вера Брежнева остается в этом возрасте, а мы стареем. Коллеги, задайте, пожалуйста, себе вопрос. Вот такого рода характера, я всегда его задаю. Вот все выступления можно разделить на третий по выступлению. Информационный, побуждающий и эмоционально-развлекательный, интертеймент такой. Вот к какому бы типу выступления вы это выступление отнесли, Аня? Что она сделала? Леонид, подключим вас. Лень, для вас какое-то было выступление? У меня больше, наверное, информационное, скорее. Леонид, как представитель молодого поколения, которое достаточно быстро работает с информацией, как быстро всю ту информацию, которую Аня нам сейчас рассказала про Веру Брежнева, вы бы нашли в интернете? Достаточно быстро. Ну, то есть, нет проблем. В минутах. А, в минутах, ну, минут 10, наверное. Максимум вся информация. И вот к Леониду еще один вопрос. А что осталось в голове сейчас после четырех минут выступления Ани? Группа Виагра, потому что, ну, я не знал про то, что она была в этой группе, потому что, ну, как таково, не был знаком с творчеством Веры Брежнева. Это, Анечка, называется разница поколений, потому что я в свое время неоднократно на одной сцене бывал с Верой Брежневой и прекрасно ее помню еще в далеком 2005 году на сцене 15 лет назад. 15-16 уже лет назад, представляете? Спасибо, Леонид, за эти комментарии. Спасибо, Вера. Ань, я от себя добавлю. Вера сказала одну очень важную вещь. Я ее хотел бы прокомментировать. Вера сказала, что Аня продемонстрировала свое отношение к Вере Брежневой, показала. А как Вера все-таки Аня относится к Вере Брежневой? Кто она для нее? Она ее действительно любит, ходит на концерт, если она ее фанатка, либо она так, сторонний наблюдатель? Что ты поняла? Ну, она сторонний наблюдатель, но, допустим, музыка, которую она слушает, это поднимает ей настроение. Ну, я не услышала, что она там... А, нет, подождите, она, по-моему, была на концерте. Я упустила. Была на концерте. Была. Семь лет назад, по-моему, да, Аня? Да. Семь лет назад была на концерте. Ну, смотрите. Да, смотрите. Большое спасибо. Я просто, Аня, сейчас прокомментирую и просто еще про принципы работы с информацией. Вот смотрите. Все, что Аня сейчас сказала, да, это действительно хорошо структурированный текст. Куда бы этот текст можно было бы там приложить, вставить, с закадровым голосом озвучить? Вот куда? Видеоролик какой-нибудь на YouTube. Да, какой-то видеоролик с видеорядом про Веру Брежневу. Вот и там рассказывать, и нарезка как-то это идет. На YouTube очень много таких роликов, которые рассказывают и так далее. Но будете ли вы смотреть такой ролик, который похож на все остальные? Я сейчас Ане задам один вопрос, и посмотрите, какую дискуссию, полемику, и как можно привлечь информацию к Вере Брежневой можно уже сейчас. Анечка, скажи, пожалуйста, какая разница между Константином Меладзе и Верой Брежневой в возрасте? У них в возрасте лет 20 разница. То есть это тоже разница поколений. Это тоже разница поколений. И вот тут, если мы эмоциональные якоря задеваем, здесь про что мы говорим? Про какой эмоциональный якорь, что он на нас воздействует? Наводящий вопрос. Я журналист. Аня, а как ты думаешь, у них по любви это все, или это расчет Веры Брежневой? Если честно, я думаю, что это ее расчет, потому что я читала ее биографию и видела, за кем она была ранее замужем, за какими успешными миллиардерами. И каждый ее муж был успешный миллиардер. Ну, известный в своих кругах, по крайней мере. Сколько мужей-то было? Вот становится интересно. Это третий. Это третий? А, всего лишь третий. Ладно, после пяти миллиардеров мы уже сбили со счета, и шестой Константин Меладзе. Константина Меладзе очень уважаю. Прекрасный человек, замечательный композитор. Но смотрите, опять же, мы живем в ту эпоху, которая плодит огромное количество информации, похожей, удивительной и неудивительной. Можно ли про Веру Брежневу сказать что-то такое, что нас всех зацепит? Можно ли показать ее не как вот эту вот прекрасную, замечательную диву, которая в 39 лет замечательно выглядит, прекрасно танцует, спорно достаточно поет для меня. Но, тем не менее, преподнести ее для аудитории так, чтобы аудитория сказала, вау, действительно клевые факты. А вот твое личное отношение к ней, какая она, Вера Брежнева? Мое отношение, мне кажется, я показала своим выступлением, что это действительно светлая девушка, которая поет песни о любви, и ее песни, они не депрессивные, а они заряжаются депрессивным настроением. Извини, я тебя перебью. Она поет те песни, которые напишут Константин Меладзе. Вот, собственно говоря, и все. Ну, по крайней мере, они очень резонируют с ее внешним видом, с ее образом. А какая твоя любимая песня, Вера Брежнева? «Любовь спасет мир» и «Доброе утро». Ну, это такие две одни из самых популярных песен. Да, это две одних из самых популярных песен. Но, смотри, теперь перейдем к оценкам. Я соглашусь с Верой по большинству параметров. Действительно, с точки зрения лексики к тебе претензий, нареканий никаких нет. Тебе приятно слушать, у тебя нет слов паразитов, у тебя структурированный текст, и все здесь совершенно нормально. По невербалике, конечно, руки показала в кадре. Вот этот паспортный фон у тебя ничего не отвлекает на заднем фоне. Это замечательно. Мы смотрели только на тебя. Здесь все прекрасно. Знаешь, пятерку с минусом, и минус только лишь за то, что рук, наверное, уже было чересчур много в какой-то момент. Ты прям их не опускала ни на секунду. Ты как дирижер нами дирижировал. Но 4,20 – это нормально. Но если вот пять минут в таком формате выступать, то надо уметь контролировать руки в том числе. Здесь здорово. Уважение к Вере Брежневой замечательно. А здесь есть люди, которые не любят Веру Брежневу? Ох ты, ничего себе. Стас, у вас там в Таллине… Равнодушно. Равнодушно. То есть не люблю, не фанатею. Вопрос проверочный. Когда она играет, допустим, на русском радио в Таллине, ты переключаешься? Переключаю. Переключаю. Это неравнодушно. Знаешь, это уже немножко другое. Нейтрально Камила написала, да. Ну, нейтрально. Что мы сделаем с этой информацией? Она нас как-то изменит, наши отношения? К Вере Брежневой изменилось отношение? Ань, смотри. Смотрите, как можно изменить отношения? Опять же, вспоминаем про эмоциональный якоря, который держит наше внимание. Про любовь, про деньги, про смерть. Благодарительный фонд. Какой она возглавляет? Что она делает? Кому она помогает? Она помогает женщинам, то есть, со спидом и с ВИЧ связанным. Женщинами. Да. Вот смотрите, как тут сейчас можно, конечно, экспресс-пример провести, как это все дело работает, как можно рассказать про Веру Брежневу не с точки зрения артистки, а с точки зрения женщины, которая помогает другим женщинам, показать другую вот сторону артистки, о которой мы все прекрасно знаем. Это один из вариантов. Можно показать любовную связь, но запомните, держите в голове, что люди должны сделать с моей информацией после моего выступления. Они должны включить песню, посмотреть клип, помочь благотворительному фонду, почитать желтую прессу про их связь с Константином Меладзе. У нее сколько детей, Ань? Двое детей. Одной дочке старше сейчас 19 лет. То есть она в 19 лет ее родила. Ой, как клево-то, а? Всегда завидую, что... Моя, к сожалению, не в 19 родила, мне детей очень жалко. Поэтому, что вы хотите, чтобы люди сделали с этой информацией? Я всегда призываю, зашивайте в любое выступление элемент побуждения. Это вы продаете не только себя, то, как вы говорите, то, что вы делаете, вот даже в рамках Веры Брежневой, но и подсветите. Можно ли Ане сейчас было через Веру Брежневу, через ее фонд, вот нам всем сказать, ребят, скиньтесь там по 100 рублей, помогите женщинам, которые болеют ВИЧ? Да легко. Абсолютно легко. Можно было бы также, знаете, хайпануть, сказать, слушайте, но я тут почитал кучу желтой прессы, мое мнение, это женщина, которая свою молодость отдала дряхлому старому прекрасному музыканту. Ну, е-мое, ну, как же так? Можно еще с третьей стороны посмотреть. Ну, да, с хорошей, действительно. Я вчера сидел вечером, не вечером, днем на автомойке, приехал помыть машину, в Москве солнечная погода, заезжая на автомойку, пока машина моется, смотрю телевизор. Смотрю и не понимаю, потому что на автомойках все без звука, там клипы просто, и я не могу понять, какой клевый клип, такой в лучших американских традициях, словно это Майами. Потом присматриваюсь, я не могу своим глазам поверить. Вера Брежнева. Но Вера Брежнева в этом клипе, вот один в один Джей Ло, Дженнифер Лопес. Это клип Веры Брежнева и Монатика, вечериночка. Смотрели? Смотрели, да? Маша смотрела. Стас не смотрела. Посмотрите. Ну, подожди, Маша. Я оцениваю под разными углами, не осуждая меня. Они полностью скопировали вот это настроение Джей Ло, вот эту всю тусовку. Очень клево снятый клип, очень вкусный, очень красивый. На улице солнце, зима, февраль, а в телевизоре Вера Брежнева. Думаю, как здорово. Посмотрел, оказывается, у нее послезавтра день рождения, и вот решил, Аня такой сюрприз сделал. Но забудете ли вы это выступление, Аня, либо что-то сделаете с этой информацией? Что? Пройдет мимо? Ну, скорее всего, пройдет мимо. Говоря, Константин, я хотела, чтобы это выступление было побуждающе эмоционально и побуждающе именно к тому, и я об этом сказала, что несмотря на все жизненные преграды, нужно идти к своей цели, и так же, как она, к своей, вот веря в свою мечту, и несмотря ни на что, то есть добиваться того успеха, что это может каждый, потому что она росла в обычной абсолютной семье. Она не была, ну вот кроме ее таланта, да, и ее трудолюбия, чего-то такого выдающегося, что она там в богатой семье родилась. Хорошо. Сейчас Вера подняла руку, и Камила, сейчас я вам дам слово высказываться. Мы здесь за диалог. Вера, пожалуйста, прокомментируй. По поводу преодоления, и чтобы мечта сбылась, но я не увидела преград, кроме того, что она родилась в обычной семье. Кроме того, что там еще миллиардеры были, понимаете? Миллиардеры, мы с я. Да, поэтому... Да, да, так, сейчас подождите, без сексизма. Мужчина, скажите, чем Вера Брежнева заработала себе успех? Талантом? Без сексизма я хочу сказать, что она упертая девочка, она поставила перед собой цель, она получила то, что она хотела. Но попробуйте мне возразить. Это первое. Можно, смотрите, как сказать, если, Аня, ты хочешь сделать эмоционально побуждающим, я вам отвечу. Выглядеть в 39 лет, как Вера Брежнева, это огромный труд. После двоих детей быть подтянутой, стройной, спортивной, давать по нескольку десятков концертов. Вы думаете, что быть артистом, это легко, это только глянец обложки. Вы не знаете, что там по ту сторону сцены происходит. Какие там скандалы, интриги, расследования. Там столько скелетов в шкафу висит. И поэтому девочка, девочка, для многих нас она по-прежнему девочка. Она действительно является примером. Хотите вы быть похожи на нее? Ну, хотя бы визуально. Ну, вот, девочки, визуально хотите быть похожи на Веру Брежнева? Макс, ты не качай головой, понимаешь, я вижу, что ты просто хотел бы Веру Брежнева, давай так, а не хотел бы быть на нее похожим. Ну, Аня правильно задела вот этот эмоциональный якорь про любовь. Она секс-символ. А если мужчина не желает свой секс-символ, какой она секс-символ? Вот и все. Давайте говорить откровенно. И это можно вложить. Поэтому, Аня, тебе спасибо. Я за подготовку не поставлю тебе пятерку, потому что мне не хватило как раз структуры. Если ты хочешь, чтобы мы подошли к чему-то и что-то с этим сделали, я вас попрошу, вот сегодня не поленитесь, поставьте себе галочку, посмотрите. Монатик Вера Брежнева, клип 2020 года. Посмотрите, Макс, ну, не пиши в чат такие вещи, ну, что ты. Как привлечь внимание к чату, сказать, не пиши в чат такие вещи, да? Поэтому, если хотите посмотреть на Веру Брежневу через призму всего услышанного сегодня, посмотрите ее клип. Монатик Вера Брежнева, вечериночка. Польза для меня всегда пятерка, потому что благодаря этому прецеденту мы Аню разобрали. По техническим аспектам, Ань, прекрасно, замечательно, великолепно выглядишь, но еще одна рекомендация, когда ты с белыми наушниками, старайся вот один наушник доставать все-таки из уха. Поняла. Да, пускай Аня болтается еще раз, это вот такой стереотип, что у нас там, ты там Веру Брежнева в наушниках слушаешь. По уважению, четверочка за 20 секунд, тебе это можно было сократить, и по техническим аспектам, я говорю, пятерка с минусом за наушники. В целом, очень хорошо. Научись делать выводы, подводи людей к тому. И финалочка такая, вы знаете, в 39, а сегодня у нее день рождения, я хотел бы выглядеть как она и быть замужем за талантливым музыкантом, воспитывать 19-летнюю дочь и быть желанной для многих миллионов мужчин, которые говорят по-русски. Все. Точка. Я хотела бы, и вот тебе получается мотивационное выступление. Аня, спасибо большое. Вам спасибо. Ну что вы? Всегда есть грани, которые можно дальше работать над ними и что-то улучшать. Аня, это бесконечный процесс, потому что даже мне иногда бывает тяжело говорить с незнакомыми аудиториями. А мы продолжим дальше, и сейчас нас ждет выступление Надежды. Надежда мудрая. Надя, что ты сделаешь с нами, что мы должны будем сделать после этого выступления, узнаем через 4 минуты. Готова? Готова. Поехали. Добрый вечер. Меня зовут Надежда. И сегодня в виде эксперимента я вам не озвучу тему моего спича. Я вам расскажу интересные вещи. Если вы угадаете именно слово «моя тема», пожалуйста, сразу давайте обратную связь. Если нет, у нас сохранится интрига. Итак, поехали. Эта вещь, сразу вам подсказка, прародителям которой уже много-много веков. Несмотря на это, в Англии, в Новой Зеландии в начале 2000-х годов ее запрещали носить в общественных местах. И были такие массовые забастовки, что даже пришлось вмешаться Тони Блэру. Даже сейчас, после карантина, если мы поедем в Австралию, то в некоторых магазинах нам запретят в этом ходить. Почему? Есть опасения. Не каждой вещи посвящена песня. А певица Леди Соварин посвятила этой вещи песню в поддержку своих данной вещи. Я сегодня очень устала. Прошу прощения. Итак, далее. Если мы посмотрим на новые модели, то они нас просто поразят. Есть модель, у которой надувающаяся подушка. Есть модель, в которую устроен теплообогреватель с пультом управления. А еще те, у кого есть дети и кто интересуется персонажами сказочными и произносят их на английском языке, наверняка не только у меня будет вопрос. Почему же сказочный персонаж братьев Гримм и Шарля Перо так назвал своего персонажа? Угадали? Нет? Я не слышу вас, поэтому не буду вас дальше мучить. И тема моего выступления худи. Да, 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 это та самая вещь, которая есть у каждого из вас и предположу, что даже не в одной модели. Почему худи? Потому что в переводе с английского худ это капюшон, шапка и про персонажа Шарля Перо это красная шапочка. Если переводить на английский, то это Little Red Riding Hood. А мне всегда казалось, что должно быть head или cap, ну, как минимум. Итак, что мы знаем о худи? Наверное, очень много всего, я это не буду перечислять, удобство, комфорт, но закончу тем, что когда мы выбираем вещи, для нас в приоритете это комфорт и уют, а истинная красота вещей содержится в их простоте. Поэтому с помощью худи вы можете или укрыться и побыть наедине с собой, или показать свою оригинальность, благо, что современные модели их и позволяют. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Надежда. Стас, вот ты уже подключился, давай сейчас дам тебе возможность дать обратную связь, у нас заграничный гость из Сталина, Станислав. Станислав, вот Надежда, ты не знаешь Надежды, поэтому прямо можешь прокомментировать о выступлении, но вначале я тебя спрошу вопрос, как ты думаешь, у Нади есть худи, это такая скороговорка, у Нади есть худи? я думаю, я думаю, да, она довольно часто входит в почему-то мне так кажется, она такая часто об этом говорила, что я даже представила, как она идет этим дождливым днем, наушнички, и вот она очень эмоционально сказала, ну вы можете спрятаться, то есть я прям почувствовал, как она спряталась, и там Максим показал, как это происходит. Макс, у тебя не худи, Надя, скажи, пожалуйста, у Максима худи или не худи? А я не заметила. А он тебе покажет сейчас, Макс, покажи. А я не вижу. А ты не видишь Макса? Да, я вас вижу. А, ты меня видишь, там можно включить режим галереи, тогда можно увидеть всех. Но неважно, Макс сейчас сидит в капюшоне, да, но худи, это насколько я помню, Надежда, что без замка же, без замка худи. Смотрите, я прочитала много статей, главная отличительная вещь в худи это капюшон. Замок, не замок, карманы, без карманов, это уже не имеет значения. Главное, чтобы был капюшон. Да. То есть, если у меня есть пиджак, а у него есть капюшон, знаете, есть такие странные, то это худи. Нет, здесь еще ткань спортивная, комфортная, очень легкая в уходе. А как же вот эти худи? А разве они сложные в уходе? Они же создавались специально для спортсменов и рабочего класса. Ну, неважно. Хорошо, Стас, давай я тебе выведу оценки, чтобы ты мог прокомментировать выступление, а мы потом разберем выступление Надежды. Что здесь можно улучшить и что нам понравилось? Пожалуйста. Первое, ну, не по конку, но что сразу меня, так сказать, из-за нового это Надежда стала извиняться. То есть, когда мы выступаем, это точно знаю ни за что. меняться не столь. Особенно там я не выспался, я не это. Надо просто обыграть. Никто, может, и не заметил, что что-то произошло, но когда было акцентировано на это внимание, то сразу уже чувствуется, что человек то ли волнуется, то ли не знал, о чем говорит. Вот такие полминуты, да, это извинение не нужно было абсолютно. Вот, по-пословски ставлю пять, потому что были какие-то факты про Шарля, геро, да, и, ну, не знаю, я вот про худи, я даже слово такое худи не знал до сегодняшнего дня, что-то одежда с капюшоном, то есть, как-то, ну, у кого есть худи, прореагируйте вот этими реакциями, у кого есть худи? Есть худи. Прореагируйте поиску авто с капюшоном, да, или куртка. Да, да, все, мы все в команде худи, а это значит, что мы либо спортсмены, либо разнорабочие, одно из двух. Ну, давай, Стас, продолжай, потом у меня своя история про худи есть. Так, невербалика, ну, я бы по подготовке опять, да, поставил. Невербалика. Жесты, жесты. Ну, на самом деле, я бы тоже поставил пять, потому что уверенная, да, работа руками была, ну, не мешала, очень, очень добавляла, наоборот, выступлению, только плюсы прибавляла. Лексика, по лексике, мне вот, ну, кроме извинения, больше ничего слух не резало, поэтому я бы тоже поставил пять. Уважение. Уважение к капюшону, да, к худи, я услышал, поэтому всеми уважением. Да, и 3.25 время выступления, в общем-то, вот веденная. то есть тут нельзя ничего сказать, что что-то было неправильно, поэтому уважение тоже пять. технические аспекты, вот, мы уже после выступления разобрали, что такое худи, для кого оно было изобретено, да, то есть это можно было бы сказать во время выступления, вот те самые 30 секунд, давай, вообще изначально это предполагалось для тех-то, тех-то, но использовать те-то, те-то, поэтому технических аспектов не хватило. технические аспекты, Стас, извини, ты тут неправильно понял, технические аспекты, это как выглядела надежда на твоем экране, видно ли ее, слышно хорошо, не лагал ли интернет, мы вот здесь это предполагаем по техническим аспектом. Тогда все супер, я видел, тогда все супер. Тогда 5 баллов, 5 баллов. Так, полезность про худи. Ты пойдешь и купишь себе завтра новую худи? Нет, вот почему-то не пойду и не куплю. У кого возникло желание приобрести себе худи новенькую во время этого выступления? Так, надежда, продажа худи не состоялась, но здесь другой вопрос. Хотел ли я продавала? Да, хотел ли Надя нам ее продавать? Мне казалось, уже нет людей, у которых нет кофты с капюшоном и я не стала озвучивать, для чего эта вещь. Так, Леня, есть что добавить? Сейчас, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос был на протяжении всего выступления. Есть же худи, допустим, есть толстовка, есть свитшот, это все разные понятия. И вот мне, допустим, было интересно именно в чем различие. Я вот сейчас открыл, почитал, быстренько так прошел по информации, что худи это обязательно капюшон и застежка, вот, а толстовка это именно тоже капюшон, но без застежки это, ну, то есть она как это, ну, короче, не застеги, с одним карманом, как у кенгуру, вот, и с капюшоном, это толстовка и худи. Вот у меня главный вопрос был это отличие толстовки от худи, потому что я вот это не до конца понимал. вы зависаете. Так, кто зависает, я зависаю? Нет. Это, это Надя зависла. Да, это, это Надя как раз у нас подзависла чуть. Лёнь, спасибо большое за замечание. Да, да, Надя, у тебя там подзависла? Можно комментировать Константин? Да, конечно, нужно, мы же здесь вот борцы заистину, мы пытаемся понять, потому что вот у нас разные люди, разные... Дело в том, что я нашла пять, я нашла пять статей и везде противоречивая информация, поэтому я решила эту тему пропустить, чтобы не водить никого в заблуждение. Супер, отлично, а теперь смотрите, мы живем в ту эпоху, где что не статья, то противоречивая информация. Нам из одного угла кричат, что это хорошо, из другого говорят, что это неправильно, в третьем говорят, да вы идиоты, а в четвертом нет, вот это точно так вот, как говорят. Кому верить? Если у нас про худи нет какого-то главного, основополагающего, базового... Где можно взять определение худи? Как вы думаете? Так, чтобы мы ему верили. От чего можно оттолкнуться? Википедия. Википедия. Является ли Википедия тем источником, которому мы можем верить целиком и полностью? Нет. Абсолютно нет. Мы берем точку отчета? Да, смотрите, что касается Википедии, сразу же хочу точку на дыр оставить. Если вы обращаетесь к Википедии за какой-то официальной информацией, потом ее транслируете дальше, то здесь недалеко так называемых фейков. Я сам ставил эксперименты, когда я менял статьи в Википедии, люди обращались в Википедию, готовили на основании этой статьи с моими поправками выступлений и дальше распространяли фейки. Мы делали такие эксперименты. Поэтому, если бы ты сослалась в самом начале, вот ты поиграла с нами в загадку, а сказала бы, британский Окскорский словарь говорит нам, что Худи это то-то, то-то и то-то. Вот только единственное правильное определение Худи. А кто вообще Худи избрил? В Британии или американцы? Нет, в американце. Есть двойная версия. Чемпион или американский дизайнер? Чемпион – это знаменитая американская фирма-производитель спортивных товаров и атрибутики униформы. Если вы не знаете, то... Вот. Дайте определение тому, вот о чем мы вообще говорим. И уже от этого, а когда пять разных источников информации, ты не знаешь, к чему склониться, склоняйся вот к тому, с чего все началось. Значит, американцы, значит, и так далее, и тому подобное. Пять разных статей, пять точек зрения, а твоя точка зрения какая? И что ты хотела этой информацией нам продемонстрировать? Казалось бы, Худи. Что можно сказать о Худи за четыре минуты? Я вам за 30 секунд скажу, что такое Худи и почему у каждого Худи должна быть. Вы знаете, можно быть сколь угодно Филиппом Киркоровым и менять огромное количество нарядов, но все же знают великого американского белого рэпера Эминема. Знаете, Эминема? Это не Вера Брежнева, это Эминем. Его знает полмира. Так вот, Эминем, если вы посмотрите «Восьмая миля», его фильм, где он снимался, где замечательный сантрек, обложки его дисков, он вообще человек, для которого Худи это образ жизни, это его стиль. И они все, с одной стороны, черные, темно-синие, невзрачные, но это его стиль. Ему... Знаете, Худи все равно, кто находится там внутри, а для человека важно, что на тебе надето. Вот он выбирает Худи, и он олицетворение стиля. И благодаря ему огромное количество подражателей, вот это Худи пошло в массы. В Америке, если ты, неважно, где ты живешь, в какой части Америки, Худи – это вообще одна из самых популярных форм одежды в Америке. Действительно, удобное, удобное, практичное. У меня есть шикарное Худи Under Armour, купленное в Нью-Йорке, в Большом Департмент Стори, она с такой историей... А, вру! Она куплена под, сейчас же скажу, под Бостоном, Under Armour тоже, и там написан вот этот слоган Мухаммеда Али, жаль, как бабочка, ой, кружика бабочка, жаль, как пчела. Вот это Худи с историей для меня. Я когда раньше бегал, я всегда ее надевал и бегал в ней. Вот я сейчас рассказываю маленькие истории про Худи. У меня не стоит задачи их продать, а у меня стоит задача вот нащупать кумира. Лень, у тебя сколько Худи? Ноль. Ноль. Why? Потому что у меня толстовки. А, толстовки. Толстовки с капюшоном? С капюшоном, но без застежки ничего нет. Все, все понял, видите, ну, считаю, что у тебя русская версия Худи. Будем так. Ну да. Спасибо большое. Во-первых, спасибо Стасу за комментарии. Стас, для тебя последняя оценка за полезность. Что ты будешь делать с этой информацией? Ну, просто иметь в виду, то есть, Худи я не пойду покупать. Я запомнил, что я, по крайней мере, сегодня я узнал, что такое Худи и чем она отличается от толстовки, потому что я сейчас тоже залез в интернет, посмотрел фотографии и понял, что, ну, когда-то у меня тоже были Худи, а теперь у меня вроде как толстовки. А теперь я вырос и у меня пиджаки. Ну да. Все мы, все мы когда-то вырастаем из Худи. С нами, со всеми это происходит. Спасибо большое, Надежда. С точки зрения пользы, для меня всегда пятерки, потому что, опять же, на основании ваших выступлений мы пытаемся найти некую золотую середину. Я говорю всегда всем своим студентам, для меня очень важно все-таки, что в первую очередь до меня пытаются донести. Кто-то говорят, вот специалисты по ораторскому мастерству, как вот это невербалика, вот это актерское мастерство, для меня важно, что? Что я буду с этой информацией делать? Я уже не смотрю, как мне до нее доносят. Я не обращаю внимания, да, невербалика, это важно, это инструменты. Это инструменты, в первую очередь, манипуляции, вот над нами, над аудиторией. А я слушаю, что мне говорят, насколько полезно, насколько глубоко экспертен человек в том, о чем он говорит. Я вижу, Надя, я знаю, как ты готовишься, ты не первый раз у меня выступаешь, и я прекрасно понимаю, что ты потратил не один час для подготовки информации про худи. Ты как-то понимаешь, это задание не просто так тебе. Вот чем сложнее, тем вот здесь идет главный принцип, как работать с этой информацией. Можно мне сказать два слова? Конечно, Надежда. Пожалуйста, что худи есть, сейчас практически у всех, и говорить просто, чем отличается худи, что ее носят рэперы, при том, что я не фанат рэпа, мне это не близко. А одевая вещи, вспомнить какие-то интересные факты, это уже для меня было бы интереснее. Поэтому здесь целевая аудитория играет значение. Конечно. Камила, есть что добавить, пожалуйста. Да, Костя, спасибо. Ну, на самом деле, я как бы в первый раз, да, на твоем клубе, вот, может быть, чуть-чуть нарушаю правила, ты меня поправь, если не так. Хотела свое мнение о выступлении сказать с той точки зрения, что меня зацепило первое нестандартное начало, мне сразу было интересно, что же будет дальше, да, у меня не было желания там переключиться, залезть в телефон, налить себе воды, еще что-нибудь такое. Вот. И второй момент, мне теперь суперинтересно почитать про законы в Австралии, почему худи, и откуда это вообще взялось, вот, и тем более, ну, как-то по Шарлю Перо тоже пересмотреть какие-то моменты. Вот. И у меня не было никакого желания купить худи, но я уйду с этой информацией, я ее буду помнить. Ну, то есть, как бы спикерство мне здесь продано, я надежду запомню в этом плане, как спикера, с точки зрения информации. С точки зрения информации большое спасибо Камилу за комментарий. Если кому есть что добавить, вы также легко можете поднять руку, и я вас с радостью выслушаю. Смотрите. Еще раз. Чем мы здесь занимаемся? Вот то, что я преподаю, это вот верхушка айсберга, это работа с информацией, это как ее структурировать, это какую цель мы хотим вообще заложить в смысл нашего выступления, мы хотим просто проинформировать, мы хотим людей побудить что-то сделать, или мы бы хотим просто развлечь. Вот развлекательное выступление, оно тоже может быть. Мы все совершенно разные люди. Кому-то плевать на эту худи, ну не нужна мне эта худи. А вот факт интересный, а знали вы, что действительно, вот Надя не знала, что оказывается красная шапочка в оригинальном переводе, это как там правильно, in the red hood? In the red riding hood, потому что riding движение, снимать, поднимать капюшон. Да, вот это, в капюшоне, в красном капюшоне, а у нас-то красная шапочка. Вы представляете, как вот перевод, кто там переводил у нас красную шапочку в свое время? Перевод изменил вообще восприятие. У нас красная шапочка вот эта, а у них девушка в красном капюшоне. А капюшон, это ведь можно скрыться, спрятаться. Совершенно другая сказка уже. Аня, да, пожалуйста. У Надежды в целом очень хорошее выступление. Я считаю, действительно, это нестандартный такой подход был. Но, честно говоря, я сначала начала думать, что это может быть за вещь. Сначала я подумала, что это шляпа. Вот если бы Надежда одела на себя это худи и одела капюшон, возможно, что мы бы быстрее догадались, о чем идет речь. И сделать именно на себе такой акцент, потому что на сегодняшний день действительно это очень популярная вещь. И многие звезды сейчас ходят в этом худи и дают интервью, потому что просто им так удобно. И сейчас эта вещь, и правда, есть у многих, у меня есть. И я считаю, что это суперудобно, потрясающе и теплое. Такая универсальная вещь на зиму, на осень, на холодную весну. И летом можно тоже вечером одеть. Спасибо. Аня сейчас продавала нам худи, как раз, понимаете, сейчас была продажа. Аня, есть худи за 8000 евро. Можно продать свой статус. Купить, продать. Кстати, да, да, да. Купить, продать статус. Есть худи от Louis Vuitton, что они там стоят нормально. И мне еще вот не хватило такой маленькой, извините, что перебиваю детальки. Это почему все-таки худи было запретно ранее? А это уже интрига, посмотрите в интернете. Тут все просто. Почему люди сейчас на митинге в худи выходят? Чтобы удобно было лицо прятать. Вы что? Конечно. Там, где худи, там и балаклава. Вот и все. Просто функционально удобно и от снега защищать февральскими вечерами. Надь, спасибо большое за полезность. Я тебе ставлю пятерку, но не за сам контекст, а за вот то, что мы с тобой разобрали. По техническим аспектам здесь все в порядке, у тебя никаких нареканий нет. За уважение. В великолепное время. Ты прекрасно пообщалась, уважила, позагадывала загадки. Тоже вопросов нет. По лексике. Ты знаешь, не заикалась, не запиналась, ни экола, ни мэкола. Нормально лилась из тебя потоком речь. Единственное, чуть-чуть монотонно, вот чуть-чуть, вот на одной нотке. Надо уметь учиться делать паузы, работать разных регистров. Пошло на курсы, Ксения, учусь. Все, великолепно. Это хорошо. Людей подталкиваем меняться. Так, и с точки зрения невербалики, нормально, я тебя слушал, и мне ничего не напрягало. А вот за подготовку я тебе, к сожалению, пятерку не поставлю. Я тебе поставлю пятерку с плюсом. То есть так много, с одной стороны, информации, а с другой стороны, ее так не до конца структурировало. Я не понял, что ты хотел сделать вот с нами, с этим выступлением. Но про Худи я задумался. Я пойду и достану свою старую толстовку. Извините, что толстовку назвал Худи, а Худи толстовкой. Вот этот как раз Under Armour, который я купил под Бостоном. Поэтому очень неплохо. Мы обогателись новым словом, значение, которому мы не знали. Давайте будем продолжать. И сейчас, уважаемые коллеги, у нас следующее выступление. Игорь, Игорь, мы вас видим, вы зашли чуть позже, я вас всех приветствую. Я правило рассказал, что у нас любой человек может подключиться к нашей дискуссии, если что добавить, отлично добавляйте, не стесняйтесь, потому что мы здесь улучшаем друг друга наши коммуникативные навыки. Моя компетенция это менять людей в лучшую сторону во время их выступлений не только в зуме, но и на сцене, чтобы вы не боялись производить впечатление, чтобы вы заставляли волноваться вашу аудиторию и внимательно вас слушать и смотреть. Поэтому вместе мы сделаем наш мир лучше. И сейчас внимание выступает у нас Мария. Маш, твой выход. Что ты с нами сделаешь сейчас, интересно? Когда будешь готова, скажи за секо время. Я готова. Поехали. Я приглашаю вас в путешествие, в виртуальное путешествие на Памир. Памир. Удивительнейшее место нетронтой цивилизации. О его красоте вы прочитаете буквально на первых страницах интернета. Я же хотела бы вас спросить, вы были на Памире? Я был в Киргизии, где там Памир соединяется с другими вещами. Я поясню, почему. Да, потому что всего 5% русского населения путешествует на Памир. Но если вы собираетесь и если вам интересно, то я расскажу вам, с чем реально вы столкнетесь, приехав на этот экстремальный курорт. Первое, что посоветую, никогда не обращайтесь в турфирму, потому что, первое, вы получите цену в два, а может быть, даже и в три раза дороже, чем стоит действительно эта поездка. Второе, вам обязательно предложат онлайн-клюзив, включат туда питание и ночевку. Вы же не знаете, куда вы едете. И будьте уверены, что это будут не самые престижные, не самые хорошие варианты, которые вам предложат. Итак, если вы готовы, то давайте проведем маршрут на Памир, по трассе на Памир. Предлагаю вам собрать его из 4-5 дней. Его реальная стоимость будет составлять примерно 1300-1500 долларов. Лучше сложить его из Таджикистана в Кыргызстан. Объясню, почему. Во-первых, разрешающие документы горно-бадахштанского автономного округа делаются именно в Будапеште, там это удобнее сделать. Во-вторых, из Душамбе на Памир вы будете подниматься очень плавно. то есть один день одна тысяча метров. Естественно, что признаки горной болезни, как ее называют горняшки, возможно, вас не застигнут настолько сильно, если бы вы делали этот подъем из Кыргызстана в Таджикистан. Но вы же грамотные туристы, поэтому вы взяли с собой лекарства, потому что такие признаки, как головная боль, несвязанная речь, колоссальная усталость и прочее, прочее, желудочно-кишечный тракт оставим, потому что это тоже может быть, но не будем обсуждать. Нужны лекарства, обязательно нужно это все предусмотреть. Дальше едем на Памир и на месте сразу же определяемся с движением. берем чаще всего джип. Все разговоры о том, как едем, какой маршрут, где останавливаемся, сколько времени в пути, проговариваем с водителем сразу же на месте, иначе вы рискуете ничего не увидеть и ничего не почувствовать. Будьте готовы к тому, что цивилизация закончится на второй день, как только вы начнете движение по маршруту, потому что отсутствие интернета практически везде. Отсутствие дорог тоже. Хочу сказать, что вообще дороги очень сложные, где-то их строят, где-то просто сошел оползень, духота, жара, пыль, грязь и хочется воды. Воду тоже надо было купить в Душанбе, потому что по пути остановок, где вы могли бы запастись битьевой водой, будет крайне мало. Ну и в таком движении 5-7 часов вы продвигаетесь к своей намеченной цели. Стемнело, температура воздуха упала, нужно подумать о ночлеге. И здесь обязательно останавливайтесь в кишлаках и сами выбирайте себе ночлег, потому что страна эта не богатая и каждый житель кишлака с удовольствием предложит вам свои условия. В чем хорошие условия заключаются в том, что вынесенный туалет, а это как земляная дырка, будет находиться не так далеко от того места, где расположен дом. Туалетную бумагу тоже возьмите с собой, потому что если вы попросите у хозяев туалетную воду, вам скорее всего предложат что-то коричневого цвета и представят это как то, что вам нужно. Горячий душ это вообще не про это место, максимум летом что вам предложат это ковшик на улице в рукомойнике умыться. Так что если вы готовы к этому, то ложимся спать. Но здесь тоже внимательно не задумывайтесь спрашивать хозяина, сколько человек спало на этой постели. Вы не взяли простынь? Не переживайте, но не раздевайтесь. Можно что-нибудь интересное привезти, хотя медицина сейчас все лечит. Но полотенце и мыло все-таки лучше держать с собой. Итак, три-четыре дня вашего маршрута тряска, пыль, жара, ночью гнус и незабываемого вида горы, нетронутая природа. Итак, к концу пути мы приходим на точку Ай-Бакташ. Высота ее 4622 метра. И здесь вы наслаждаетесь всей прелестью, всей красотой первозданного мира. Это крыша мира, недаром ее так называют. Дальше все лучше вы спускаетесь и переходите границу Кыргызстана, уже и дороги, уже и гостиницы, не три, не четыре звезды, конечно же, ну, двоечку можно поставить, но тем не менее маршрут пройден, вы победители. Дальше только домой. Осталось желание поехать? Тогда не теряйте времени, открывайте компьютер и сами своими руками начинайте собирать ожерелье из ярких воспоминаний, потому что от того, насколько качественно вы подготовитесь к этому путешествию, настолько и будет полон багаж положительных эмоций этого путешествия. Спасибо большое. Маша, как ты думаешь, сколько делать твоего выступления? Да, не знаю, наверное, минуты четыре. Шесть двадцать. Ну, подожди, подожди, не я это буду делать, у нас есть люди, которые это с радостью сделать. Игорь, вы внимательно слушали выступление Марии? Здравствуйте, да, я прошу прощения за опоздание, я внимательно слушал выступление Марии. и я тогда вас, Игорь, попрошу, вот, пожалуйста, у нас на всякий случай вам подсказочка на экране, можно в любом, в любом порядке, по пятибалльной шкале вы мне комментируете, я это записываю в протокол. Давайте сверху вниз. Подготовка, подготовка была прекрасная, вот, большое количество технических моментов, большое количество моментов, именно касающихся прохождения маршрута, моменты стоянки, какие-то гигиенические вопросы, в том числе, вот, то есть это пятерка стопроцентная. Хорошо, Игорь, сейчас я вас, прошу прощения, я перебью, прежде чем мы перейдем к другим пунктам, сейчас такой важный вопрос, вам захотелось на помер? Это уже будет, наверное, к вопросу о полезности, и я сейчас по большей степени, наверное, подготовку обсуждал, если говорить о том, что захотелось мне на помер или нет, вот, но на самом деле, как бы, вот, я, честно, я не понял, хочу ли я на помер попасть или нет, потому что выступление в основном, ну, началось с описания того, как мне будет сложно проходить все эти тяготы и лишения, как говорится, вот, и насколько будет это проблематично, ну, я, честно говоря, не купил, вот. Отлично, сейчас мы продолжим, сейчас вопрос ко всей аудитории, на секундочку, уважаемая аудитория, кто может мне ткнуть на карту и показать, где находится памир? Поднимите руки. вот, Стас, Надежда, вы смотрите, Камила, плюс-минус, плюс-минус, несколько тысяч километров. Таджикистан, да, а где конкретно, нет. А где, где начинается, где заканчивается, то есть мы же смотрим по политическим границам, а вот памир, он же не имеет ярко выраженных политических границ, он начинается в однострове. Он располагается на территории шести стран. Да, вот, понимаете, на территории шести стран. Леонид, знаешь, где памир? Нет, как раз, начало было интересно, где ты находишься, но я не знаю. Да, а вы примерно, вот кто представляет, какая самая высокая вершина памира? Надя? 4 тысячи, извиняюсь. Нет. Мария, это самая высокая назвала? Нет. Нет. Надя, твои варианты? Почти семь с половиной тысяч метров. Какая-то гора? Маша, это уже к тебе вопрос. Пекленина. Пекленина. Ну, ладно, сейчас мы возвращаемся к Игорю. Я просто сейчас вот на примере Маши объясню одну очень важную вещь при подготовке. Игорь, пожалуйста, я не буду сейчас останавливать вас. Дальше. Подсказочка. относительно невербалики вот все было очень приятно, все очень скажем так, все поправилось. смотрибельно. Да, смотрибельно, все было здорово, тоже пятерка. Лексика, тоже все отлично, относительно уважения. Ну, да, в принципе, уже... Сейчас, секундочку, я сразу же перебью. Уважаемые коллеги, не заметили ли вы кое-каких таких неточностей в выступлении Марии. Надежда? Маша, извини, но я тебя очень внимательно слушала. Ты немножко в Венгрию заехала. Да, Маша перепутала Душанбе с Будапештом. Просто там такие сложные названия, я тебе не завидую, я была счастлива, что у меня это тема. Я назвала Будапешт? Да. Ты назвала Душанбе Будапештом, представляешь? Слушайте, ну я вам хочу сказать, что это, наверное, какие-то скрытые мысли, которые меня тяготят в путешествии, но не в Душанбе, а скорее всего... Ну слушай, Душанбе с Будапештом, потом ты вместо туалетной бумаги сказала туалетную воду. Все это слышали, да? Да. Ведь вы сидите и молчите мне, говорю, кто что слышал? Пошу по порядку. Смотрите, это маленькие оговорки, но смотрите, что происходит в голове слушателя, когда спикер совершает ошибку. В этот момент мы думаем, она точно оговорилась, либо она хотела привлечь наше внимание в этом месте. Ведь можно целенаправильно совершить такую якобы оговорку, чтобы привлечь внимание. И вы представляете? А потом ты говоришь Будапешт и думаешь, какой Будапешт? Она же только что говорила Душанбе. И потом два раза сказать Душанбе. И знаете, какой интересный эффект? Вы точно запомните Душанбе навсегда. Потому что в этот момент времени у вас мозг будет работать какие-то доли секунды на повышенных оборотах. Это рассматривает с одной стороны как ошибку, с другой стороны не как ошибку. И вообще, что она хотела сказать? Но здесь еще один момент есть. А ведь она продолжает говорить дальше. И если в книге мы можем вернуться на два предложения назад и прочитать то, что только что прочитали, то слова мы не остановим. Да, Макс, пожалуйста. руку на Среднем Востоке, Ближнем Востоке подают. Знаете, что вам хотят сказать? Вас хотят унизить, оскорбить. Вот, имейте это тоже в виду. Так, хорошо, Игорь, возвращаемся снова к вам, пожалуйста. Мы остановились на невербалике, там все нормально. Лексика, лексика вы сказали, что все хорошо. Да, я, честно говоря, был очень увлечен непосредственно самим рассказом, поэтому вот эти вот моменты, честно говоря, они вот мимо немножечко прошли и были так. Такое тоже бывает, нормально. Пятерку ставим за лексику. Да, да. Все, окей. Уважение к аудитории. Через призму времени 6.20 при отведенных четырех минутах. Ну, это половина практически от времени. Достаточно много. Плюс-минус, тройка с минусом, это плюс. Тройка с минусом, да. Хорошо. По техническим аспектам, как Маша выглядела, как звучало, не тормозил ли интернет, это важно? Нет, все было супер. Здесь, в этом плане, все. Все, здесь, ну, и по пользе. Еще раз, задайте себе вопрос, все игры в частности. Вот, что хотела Маша сейчас сделать? Она устроила нам экскурсию, с одной стороны, правильно, Маш, провела нас по маршруту, подсветила нам сложности, то через сложности, через боль такую, я для себя это понял, а готов ли ты поехать в это путешествие, где будет ждать тебя лишения, унижения, грязь, сырость, слякоть, гнус, и далее по списку. Но ты решись. Вот что, Игорь, для вас? Честно говоря, как я говорил с самого начала, я не купил это, в общем-то, путешествие. Единственное, мне было интересно, общая информация относительно самого маршрута, относительно тех вещей, которые могут ожидать на этом маршруте, и планирование в целом. То есть, возможно, на будущее, как один из вариантов, допустим, какой-то там суперэкстремальной поездки, я это приму. Но вот чтобы это в ближайшее время взять и выполнять, то есть, я это точно не купил прям 100%. Для меня это была просто какая-то интересная информация, техническая информация, информация относительно этнических каких-то определенных особенностей, но не более. Окей, спасибо большое, Игорь, благодарю вас. Камила, есть что добавить, не стесняйтесь, если кому есть что добавить, с радостью, пожалуйста. По полезности. Вот, у меня было ощущение, что меня прокатили на американских горках с точки зрения того, что на выступлении я была уже наверху, но меня прям подняли наверх эмоционально, я была в таком ок, классном Памира, сейчас я узнаю очень много про Памиру. Потом я услышала не покупайте у агентов там и так далее, и меня сразу иссели того, что мне говорят, что мне делать, меня оттолкнул вот этот момент, а потом меня закидали кучей деталей с точки зрения километража, с точки А до точки Б, я поняла, что у меня мозг выключился. А потом начались вот эти страсти по поводу туалетной бумаги и всего остального, меня опять на горках подняли наверх, потому что для меня создалась такая интрига, и я в конце ждала, что мне продадут другое направление. То есть мне покажут весь ад, для того, чтобы потом показать красиво там, не знаю, Узбекистан, ну еще что-нибудь, просто отдельно какое-то другое. Вот, ну то есть я прям покаталась очень сильно. Камила, поедешь ли ты на помер? Появилась ли точка в твоем пункте в виш-листе? Да, но появилась только за счет того, что мне бросили вызов. Ну то есть в конце мне бросили вызов, что ты готова к этому? Ты потянешь это, вот, и это вот чуть-чуть сапануло. Ты потянешь это финансово? Ты не потянешь это финансово? Накопи, работай год на этот маршрут. На туалетную бумагу, чтобы взять. На туалетную бумагу, копия. Все. Так, Аня, пожалуйста. Спасибо огромное. Да, Анечка, пожалуйста. Мне кажется, что это было выступление Марии как антиреклама Памира для самостоятельных путешественников, которая, как некая статья, которую можно поместить, например, в Яндекс.Дзен, потому что я, любящая комфорт, да, например, я никогда в жизни не поеду на Памир, но при этом я готова к самостоятельным путешествиям, но не к таким экстремальным, не к такому тернистому пути, допустим, чтобы посмотреть на какую-то самую высокую там гору, например. То есть, для меня это вот именно некая антиреклама была этого Памира. Но если вы хотите, то вы можете поехать, если вам не чуждо все вот эти неудобства. то есть, ну, как некий призыв для тех, кто любит именно вот путешествия самостоятельной горы и вот готов к этому всему. Спасибо, Аня. Это я услышала. Спасибо. Мы все слышим по-своему. Мы все слышим, исходя из того, что нам интересно в этот момент. Мы все слышим из того, что мы хотим увидеть. У меня есть свой взгляд на Памир, потому что я там был. И то, что рассказала Маша, это вот чистая правда на 90%. Но 10% о которых она не упомянула, это вот словом красота это не описать. То есть, Памир для меня место это такая ассоциация. Памир это единственное место на Земле, где я видел свою лунную тень. Когда ты находишься высоко в горах на уровне 2-3 тысячи метров, это вот бесконечное звездное небо, нет искусственных источников освещения, вот эти действительно кочевые палатки и юрты и кочевников. Ты видишь это небо и восходит из-за горы огромная луна. Белая, мы были там в полнолунии и становится светло, как днем. И ты видишь свою лунную тень. И вот это для меня Памир. И тут ты понимаешь, что черт, мы там проехали вокруг этого Иссыкуля десятки километров на раздолбанном уазике. Потом мы на лошадях куда-то скакали, там нет воды, умыться нельзя. Ты весь вонючий, потный. А потом восходит луна. И ты понимаешь, да к черту я готов еще больше заплатить. И когда меня люди спрашивают, Костя, а куда поехать? Я говорю, езжайте в Киргизию, езжайте в Среднюю Азию, посмотрите горы. Про чуйский тракт я не говорю, потому что меня неправильно поймут. Но это стоит увидеть своими собственными глазами. И Маша выбрала действительно тот формат вызова. Вы готовы испытать это, чтобы увидеть это? Но вы поняли, о чем говорит Маша? Вот что это такое? Что увидеть? Эти горы, эти шеститысячники. Вы представляете, что такое шести-семи с половиной тысячник? Ну, очевидно, нет, да? Ну, Альпу плюс-минус себе представляем. Игорь, в горах бывали же? В башкирских только если. Ну, в башкирских это так. Я сам в уральских горах вырос, но это называют холмики уральские, да? А вот когда ты приезжаешь туда, и это лето, июль, и ты поднимаешься выше и выше, становится прохладнее, прохладнее, снега становится больше. Это, а там еще дикость. Это во Франции ты приезжаешь, или в Италию, Доломиты, это все сервис, это все уютненько, а здесь дикость. Все какие-то полупьяные, непонятные, глядишь, кошелек вместе с курткой оторвут. Но в этом есть свой нюанс. Поэтому, Маш, тебе большое спасибо. У меня к тебе единственное нарекание, вот все замечательно. И невербалика твоя меня порадовала очень сильно, здесь пятерка. Вот несколько оговорок про Будапешт, но будем считать, что это специально преднаверенно сделали, чтобы мы запомнили Душанбек как начало маршрута, потом в Будапеште туалетная вода ты еще сказал и что-то я еще себе записал. Это были оговорки. Ты потом посмотришь это свое выступление, я сегодня его залью, ты поймешь, о чем мы говорили. По лексике так, пять с минусом, за уважение 6,20. Это критически для меня в твоем случае, это особенно критически. По структуре ты правильно дала, ты вот показала раз, два, три, четыре, и потом мы забыли вот мысль. Если ты хочешь, как Камила правильно сказала, провести нас по этим американским горкам, скажи, Памир, пять фактов, почему туда не надо ехать и один, почему обязательно надо посетить. И всем будет, черт побери, как же один может перевесить пять или не перевесить никогда. Вот эти все классические неудобства, о которых Маша сказали, это неудобства для кого? Для кого неудобства? Ну для кого? Для типичного жителя мегаполиса. Мегаполиса, для городского жителя. Макс, для тебя это будет проблемой? Стас, для тебя это будет проблемой вот укунуться вот, мужики, саперную лопатку в черную? Вообще нет. То есть, если разобрать так, Маш, твое выступление, оно было больше для девочек или для мужчин? Вы знаете, я не стала бы тут по гендерному признаку подходить. Но, тем не менее, вопрос. Да, но я знаю, что большинство людей за комфортный отдых жизни, за комфортный отдых своей жизни. Да, надоел он! Надоел он уже! Я знаю, что это человек трудность, человек, преодолевающий любую трудность, потому что в его характере огромнейший стержень, который не переломит ничем. И естественно, что для него эти условия. но я хотела бы сказать, что несмотря на свою долгую, длительную речь в 6.20, конечно, я хотела вам дать обратную сторону того, что вы увидите в интернете, как только вы сделаете в поисковичке название «Памир», вам вывалится вот эта куча фотографий великолепнейших, без даже профессиональных фильтров и всего, и вы увидите эту красоту, как ее можно раздавить. У меня у одного тормозит? У меня все зависит, да? Можно эту красоту от первозданности. Это надо видеть. Хотя бы на картину рискнете в это путешествие. И ровно к этому я решила вас подготовить. Так, коллеги, коллеги, коллеги. Твоего платья и интрига с «Памиром» осталась. Ну вот твой сейчас последний комментарий, наверное, это был бы классный старт для твоего спича. И вот вкратце подробности. Спасибо. Я ненадолго тут вывалился из вашей дискуссии. Я закончу, Маша, с твоего позволения. Поэтому за полезность пятерка, потому что на твоем примере мы еще раз разобрали. Ставьте себе в голове конечную цель вашего выступления. Что я хочу сделать с этой информацией? Я хочу, чтобы они поехали. Я хочу, чтобы они никогда не поехали. Я хочу, чтобы они поехали, но учли мои советы, которые я для них приготовила. Что? Какой формат? К чему мы хотим людей привести? Что мы должны сделать с этой информацией, которую нам только что рассказали. Поэтому за технические аспекты все отлично. За уважение прости, но это будет впервые за долгое время. У меня сейчас тройка с минусом тебе. Ну, чтобы помнили, что называется. Ну и подготовка пятерка. С одной стороны, я представляю, сколько ты информации перелопатила. Тем не менее. Большое спасибо. Но 6.20 это 6.20. Поэтому, господа, если вы вдруг ищете нелегких путей, выбирайте Памир. Это такие путешествия, знаете, они есть у каждого человека в жизни, которые... У тебя будет 100 Греции, 250 Турции и 14 раз Лондона, но один Памир, один он на всю жизнь. И когда вы будете умирать, лежать на смертном адре, секундой промелькнет перед вашими очами тот Памир, который вы посетили. А Турция даже не попадет в этот список. Поэтому Памир. Да, и потом, вот как по ситуации, как вот ситуация с Верой Брежневой, вы посмотрите клип, потом просто наберите в Ютьюбе Памир в 4К и все, и вы провалитесь минут на 20. Спасибо большое. Сегодня нас ждет еще одно выступление. Максим, это будешь ты? Ты думал... Нет, Макс. Я думал... Нет, 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 Макс, ну как ты, ты что? Мы пришли, в том числе и я пришел тебя послушать, посмотреть. У тебя же непреодолимое желание обучения есть, я знаю, тебе это нужно. А тема у нас уже была сегодня? Ну подожди, что значит тема у нас была уже такая сегодня? У нас сегодня два раза должен был быть по миру, но к сожалению для Маши один человек не пришел, и сегодня два раза тема Веры Брежнева. И вот что еще можно сказать про Веру Брежнева такого, что Аня не сказала, и теперь в исполнении мужчины. Аня, пожалуйста, Макс, это знаешь, как бывает на конференции, когда я говорю, два спикера выступают на одну и ту же тему, и слово в слово друг друга повторяют. Ты же не будешь повторять Аню и все то, что мы уже сказали про Веру Брежневу? Поэтому твои твои четыре минуты слабое, время пошло, пожалуйста. Неожиданно, конечно. Ну ладно. Ну, хотелось, да, я тоже обратил внимание, что сегодня Вере Брежнева день рождения, 39 лет, за временем я не наблюдаю, потому что у нас переезды, заезды, мы на соревнованиях, и хотелось бы рассказать про эту замечательную, да, красивую, ну, я ее, так скажем, уважаю чисто с той стороны, не как уже говорили талантливую певицу, да, а как, наверное, талантливый, талантливый человек, который за себя, за собой ухаживает, да, преподносит себя, да, трудягу, красавицу, там, сексапильность и так далее, наверное, так, нежели какой-то талантливый, там, музыкант или талантливая певица, да, просто как, ну, как Бузова, только не Бузова, вот, да, в действительности она у нас так выбилась из бедной семьи, так скажем, бедные родители работали на заводе, четыре дочери в семье было, Вера одна из таких активных дочерей у них, подрабатывала на разных работах, работала няней, клубы, полола, город такой, Каменская, родом она оттуда, Днепропетровская область, Украина, вот, ну, так вот, так случилось, так стали звезды, этот человек, к ней приехала группа Виагра, она там что-то себя показала и стала солисткой группы Виагра и показала, показала себя миру, показала себя большим, так скажем, людям, богатым олигархом, ну, и вот, факт налицо. Ну, что могу сказать по, да, много разных слухов, много разных мнений о данном персонаже, ну, хочу пожелать и дальнейшего, и, так скажем, так же точно выглядеть в 39, как в 39, мы об этом уже разговаривали, и сегодня, видите, я уже, это у меня разговор уже на разговор получается, вот, ну, какие еще факты, да, на члену ООН по вопросам ВИЧ и СПИДа, факты ее такие, да, она ведет благотворительность, ну, в данный момент времени на телевизоре я ее вижу мало, я не считаю, что она такая, прям, публичный человек, так что, как-то так, мое мнение, моя презентация до ночи, так я вижу. Спасибо, Макс, спасибо, мое мнение, знаешь, меня всегда радует, когда люди говорят, ну, про данного персонажа, и сидит себе сейчас Вера Брежнева, в Барвиха Лакшери Виллэдж, мы сегодня про нее говорим, и Макс такой, и Макс такой, в Шерегеше сидит, говорит, ну, данного персонажа сегодня день рождения, и она сейчас и кает за столом, что мы незнакомые люди сегодня вспоминаем ее день рождения, представляете? Спасибо большое, спасибо большое, Макс, да, это такое выступление, иногда я создаю сложности спикером, когда две одинаковые темы у одного и того же человека, и что рассказать, когда вроде бы все уже рассказали, вот это говорит об уровне подготовки. Знаешь, что я хочу сказать, я думал, что это может быть какое-то испытание в плане подборки другой темы, я сижу и думаю, может быть, подумать, о чем-то другом интересном рассказать, нежели, может быть, это тоже на проверку. Макс, это скорее не на проверку, а на гибкость твоего ума. Если ты достаточно хорошо готов и знаешь какие-то интересные факты про Веру Брежневу, то ты в своей голове из этих кубиков информационных можешь сложить какие-то блоки. Что нам может быть интересно? Что нам может быть интересно такого про Веру Брежневу, чего мы еще не сказали? Есть ли такие темы? Камила, давай попрошу тебя поставить оценки выступлению Максиму беспощадно, вот как есть. Можешь вывести на экран, потому что я точно не запомнила, что это было, если что, поправь меня, если я неправильная. Ну, с точки зрения подготовки, от скольки до скольки? Какой бальной шкале? По пятибальной у нас. По пятибальной? Ну, по подготовке я, наверное, поставлю три, с точки зрения того, что мне вообще не было понятно, была ли какая-то до этого подготовка, было ощущение, что Максим просто отвечал на вопрос, а ты знаешь, кто такая Вера Брежнева. Ну, то есть это для меня был не спикер, а был ответ человека, которому задали вопрос о каком-то персонаже. Вот. А второй момент с точки зрения подготовки, что по первому выступающему и по твоим комментариям можно было сейчас дособрать какое-то выступление, использовать те же самые слова и с учетом того, сколько ты уже озвучил тех плюсов, которые можно использовать в рамках именно этого рассказа. А по невербалике? Ну, не знаю, я говорю, опять было ощущение не спикерства, да, с точки зрения того, что вот так вот напротив меня сели и отвечали мне на вопрос. то есть по, скажем так, расположению, да, по тому, как ты человек сочувствовал. Прости, пожалуйста, я тебя перебью, комментарий. А это плохо, когда в таком формате ведется диалог вообще? Нет. Или ты ждешь другого чего-то? Тут двоякий момент, потому что у меня не было конкретных ожиданий к моменту, когда я только подключилась, но у меня есть факт того, что это четвертое выступление, у меня есть три предыдущих спикера, которые вели себя по-другому. То есть, если я сижу на какой-то конференции, допустим, и вижу четвертого человека, то человек, который садится напротив меня и отвечает просто на вопрос, ну, как бы меня чуть-чуть, ну, я перестала слушать там через какое-то время. С точки зрения лексики, здесь, кстати, наверное, все-таки четверка, то есть, по невербальке тройка, по лексике здесь, как ни странно, двоякий момент. С точки зрения того, что, ну, во-первых, по расположению тела я не ждала, что будут какие-то высокопарные фразы, да, вот, и на самом деле здесь я поставлю, наверное, даже пятерку, потому что, ну, со мной разговаривали, в принципе, на моем уровне. Ну, то есть, со мной разговаривали подружески, просто отвечали на вопрос. Вот, поэтому, как ни странно, здесь я поставлю пять. С точки зрения по лексике. С точки зрения лексики, да, я согласен. Ну, как бы, это был такой дружеский разговор. Вот, то есть, с одной стороны, четвертый спикер и более такое, ну, скажем так, неофициальное позиционирование это одно, но в то же время со мной говорят на моем языке, да, не морочат мне голову, это как бы твердое пять. Вот, с точки зрения уважения по времени, напомни, пожалуйста, уложился максимум. Мне кажется, уложился. Спасибо за сэкономленное время. Вот, поэтому здесь, ну, как бы, с этой точки зрения пять. По техническим аспектам все ок, да, с точки зрения полезности, ну, опять, здесь формат того, что, если, ну, как бы, предположить, что я реально где-то и слушаю четвертого спикера, то эта информация меня не зацепила, не была мне полезной. Вот, ну, и второй момент, это то, что, ну, мне просто неинтересна тема про Веру Бережневу, поэтому, наверное, меня бы особо так вообще ничего не зацепило. Поэтому, с точки зрения полезности, наверное, здесь четыре, вот, в рамках того, что, ну, это не проблема Максима, что тема, которую он озвучивал, неинтересна мне, но я же пришла его послушать. Ну, соответственно, я шла, понимая, на что я иду. Вот, то есть на момент, когда ты озвучил о том, что, Максим, тебе достается та же самая тема, которую мы слышали, я могла выключиться, отключиться, там, уйти и так далее. Но я не ушла. А если бы, а если бы Максим... Поэтому это моя проблематика. Да, а если бы Максим начал, несмотря на то, что он сказал, Аня, спасибо, ты про Веру Брежневу рассказала все, кроме пяти горячих, жареных секс-фактов из жизни Веры Брежневой. Тогда, несмотря на то, что, в принципе, Вера Брежнева мне неинтересна, и если нет других спикеров в других залах, то, может быть, я подумала, ну, чё по-не узнать ещё пять каких-то интересных фактов, которые, может быть, когда-нибудь, где-нибудь, я кому-нибудь тоже ляпну. Ну, естественно, мы же, понимаете, мы живём в мире тотального информационного шума, я постоянно об этом говорю, и то, что нас цепляет, это цепляет вот наши, ну, не то чтобы неизменные качества, это вот те самые если вы хотите, чтобы аудитория к вам прислушалась, зашейте в ваше выступление что-то про любовь, что-то про деньги, или что-то про смерть, не дай бог, но это самое. Знаете, что, в общем-то, Вера Брежнева не бедный человек и неплохо зарабатывает? А знаете, сколько? Я думаю, что Вера Брежнева зарабатывает больше, чем мы все вместе взяты в этой комнате сейчас. И делает она это, ну, Макс, так же, да? Конечно. Ну, конечно, конечно. А вот покопаться, простите, я не призываю делать это постоянно, покопаться в том, что нам интересно, понимаете, пробиться сквозь вот эту вот все сахарное, ватное, да, хорошая она девочка, все прекрасно, у нее молодая, но мы-то знаем, что, я говорю, скелетов в этом шкафу предостаточно. И нам интересно эту информацию достать. Тут надо действовать как журналист. Тут надо копать какие-то факты, чтобы зацепить. Вы не поверите, но я вчера позвонил своему другу, который родился в Каменске Днепропетровской области. Знаете, что Вера Брежнева родилась там, и знаете, что он мне рассказал? В седьмом классе его друг учился вместе с ней. И все. И это превращается в историю, и нам, черт побери, интересно. Нам сейчас тут Алексей Пивоваров или Леонид Парфенов будут рассказывать свою историю. Но, спасибо большое, Камила, за комментарии. Любую информацию можно правильно преподнести. И, к сожалению, то, что я сейчас наблюдаю, вот, к сожалению, к великому происходящему, то, что мы слепо верим информацию, которую нам преподносят политтехнологи, которые умеют влиять на массу людей. Вы понимаете, о чем я? мы совершенно нерационально, не рассматриваем, мы начинаем верить всему. Сейчас не буду говорить, вслух называть, потому что не хочу сейчас дебаты начинать, но всем известный фильм известного человека, который сегодня случайно совершенно сел в тюрьму, он был посвящен и замешан как раз на этих эмоциональных якорях про деньги. И там еще были вот эти жареные факты про любовь, про этих малолетних. понимаете, вот это манипуляция. Мы как бык, которому начинают махать красной тряпкой перед глазами, мы вообще все больше ничего не видим, мы только эту красную тряпку. И нас ведут туда, куда нас Ториадор хочет увезти. Камила, пожалуйста, добавь. Да, Кость, у меня коротенький комментарий. Здесь, наверное, больше уточняющий такой момент. А спикеры, которые участвуют в данный момент, они знают, какая аудитория будет присутствовать. Ну, то есть они знают, на кого они работают. Ну, соответственно, для них это определенный вызов, они не знают, чем зацепить. Поэтому, ну, на самом деле, всем четырем спикерам можно сказать большое спасибо, потому что, несмотря на то, что было неизвестно, кто будет, сколько нас будет и так далее, как бы каждого из нас чем-нибудь в своем рассказе вы все равно подцепили. Вот, поэтому это суперсложная задача готовить доклад, когда ты не знаешь, кто твоя аудитория. Ого. Сложный доклад, Камила, это готовить до выступления, когда ты знаешь, кто твоя аудитория и знаешь, чего от них ждать. Вот к незнакомой аудитории тебе проще подходить. У тебя меньше знания, вот то самое проклятие знания. Чем больше ты знаешь, тем тебе сложнее. Чем меньше ты знаешь, тем меньше ты волнуешься, тем тебе проще. И вообще, вот Макс, Надя, Аня, Маша, они пришли в эту аудиторию, знаешь, из серии. Да пофиг, сегодня меня вот разнесут здесь, скажут мне что-то. Я для себя что-то вынесу полезное и будет здорово. А у нас же как? Все, отлично. Да, конечно, конечно, Надь, или я не прав? Несколько для меня не право, потому что все равно каждый раз очень волнительно, но да, на сцене перед большой аудиторией это сложнее. Если можно, Кость, две минуты я финиширую своего разрешения. Дело в том, что мне тоже 39 лет, и это будет завтра. Поэтому я родилась тот же год водяной собаки. Если обобщить фотографию, фотографию Льва Толстого, все наши выступления, то это задумывалось как одна тема, а нам вопрос, что это объединяет. Ты хочешь спросить меня про Льва Толстого? Я могу ответить просто на этот вопрос. Ну, давай, отвечай. Я хотела обратить внимание всех. Дело в том, что именно слово «толстовка» пошло с фотографии Льва Толстого, когда он был в просторной рубахе под пояс с большими накладными карманами. Толстовка, худи, два схожих предмета. У Веры Брежневой просто миллион фото в худи, но у мейкап, у Веры Брежнева в шикарных ботфортах и так далее. И, конечно, когда мы поедем на Памир, худи, толстовка станет незаменимой вещью в таком путешествии. Я все. Надежда продемонстрировала высший пилотаж, потому что Надя знает, я действительно иногда люблю соединять несоединимые темы между собой. И те, кто находит вот эти, простраивают вот эти ходы, это не, это, Надь, сегодня я этого не делал. Это ты сама нашла эти связи. Было бы здорово, если бы ты нам сейчас предоставила фото доказательства Вера Брежнева в худи в Памире, понимаешь? От это было бы, знаешь, это выше. Сейчас найду, сейчас найду, сказала Надя. Это умение оперативно и быстро работать с информацией, это повышает ваш статус в глазах людей и говорит, вау, как круто, действительно. Анечка, пожалуйста, ты хотела тоже тут добавить. Я хотела добавить такой момент, что я волнуюсь перед каждым своим выступлением, знакомая или незнакомая аудитория, выступаю я в онлайне или в оффлайне, я всегда переживаю. И один такой маленький факт, Вера Брежнева, несмотря на то, что у нее за плечами тысячи выступлений, я прочитала такой факт, что она до сих пор волнуется также перед каждым своим выступлением. Ну, это нормально для артиста, который настоящий артист, потому что тот человек, который не волнуется перед своим выступлением, как правило, это человек, которому наплевать, и ему совершенно все равно, ему безразличные аудитории, и все на свете. Поэтому волнение Веры Брежнева это нормально. Ань, я хотел тебя попросить, у нас Макс отпал, что ли? Да? На самом интересном месте Макс отвалился, я хотел, чтобы ты ему дала обратную связь, но, видимо, Макс ушел плакать горючими слезами, потому что не приняли его Веру Брежневу в день ее 39-го дня рождения, и Максим, к сожалению, нас покинул. Но я ему тоже хотел, сейчас я ему напишу сообщение, вернется ли он к нам. Тем временем я приветствую Александра. Александр, ты припоздал, ты не смог увидеть и услышать выступление про Веру Брежнева, про Худи, Худи, и про Помер. Представляю, как ты сожалеешь. Вот. Но, уважаемые друзья, дорогие коллеги, сейчас, если Макс вернется, то вернется, я ему дам обратную связь, а пока я вот вам что хочу сказать. Дело в том, что я сейчас сделаю то, что никогда не делал. Дело в том, что все последние полтора года я преподавал в Высшей школе экономики и в Сколково, и делал это в формате такой академической программы весьма, и у меня давно зрело желание сделать нечто необычное, поэтому в феврале я сделаю микрогруппу такую пилотную, наберусь среди своих людей и запускаю курс спикеров в стиле фанк. Что это такое? Это подготовка спикеров в онлайн и в оффлайн формате, не только в онлайне мы будем встречаться, это 18 часов, это 6 встреч в онлайне и 6 часов в оффлайне. Естественно, это, к сожалению, для тех, кто только проживает в Москве, чтобы Москву захватить. Это не вебинары, это не записанные, одно и то же, показанные с выполнением домашних заданий, это вот в таком формате обучения, когда мы будем с вами учиться, а потом еще будем выходить на оффлайн живое общение, плюс последнее занятие у нас будет в аудитории, такой формате Теда с большой аудиторией. Вот Александр у нас в таком формате выступал, Александр, ты же помнишь, каково это выступать в 10 минут, а не в 4 минуты? Насколько сложнее тебе, Александр, было выступать за 10 минут? Скажи мне, пожалуйста. Мне кажется, я не дотянул тогда до 10 минут. Ты не дотянул тогда до 10 минут, совершенно точно. Вот и ответ. Я могу, конечно, сослаться на то, что когда 10 минут, нужно 8, а если 8, то нужно 6, вроде бы как-то я уложился, но нет, это тяжело, потому что рассказать что-то за 3 минуты это не хватает времени, ты обычно в 5, а что делать дальше? Ну, то есть тут мало того, что структурировать все надо, чтобы еще в голове было без подсказок. Тем более, что в отличие от Тед у нас нет презентации под рукой, есть только голова и информация. Ну, я готовлю людей к максимально сложным условиям, и вот мы со Станиславом готовились и к питчингу, мы готовились, насколько, сколько времени мы готовили, вот вычленяя все аспекты, потому что это важно. Коммуникация сегодняшняя гибридная, вот именно гибридная, тут даже термин есть, H2F, это Hybrid to Face, мы используем все каналы коммуникации, цифровые, Face to Face, Face to Mass, Face to Group, тут их очень много, этих технических названий, но сам смысл того, что хотите учиться, добро пожаловать, микрогруппа, 7 человек, будь как это, Black Lives Matter, вот, значит, я хочу быть услышанным. Что мы будем делать? Я не буду делать такой формализованный курс, я просто, здесь есть мои студенты, которые учились у меня, и Саша учился у меня, и Вера училась, и Маша учились у меня на курсе, но они учились на курсе вышки, где у нас все достаточно формализовано, и я был не я, а здесь все-таки я хочу сделать свой пилотный проект, и здесь у меня будет не то чтобы немного эзотерики, но тем не менее, потому что всех волнует, как бороться со страхами, как вот, что делать, как медитировать, что не могу рассказывать, как медитировать в рамках высшей школы экономики, у меня нет этого в учебной программе, здесь в рамках своего курса я это сделаю. Вот, и очень много будет практики в самых неожиданных форматах, в самых сложных. Это все состоится 15, 18, 19, 22, 24 и 26 февраля в онлайне, 6 марта 3 часа в оффлайне в Москве, плюс 3 часа в марте мы выберем, когда это будет зал, это будет аудитория, и это будут полноценные выступления в том самом формате ТЭТ, о котором сейчас говорил Саша. Моя задача провести вас, чтобы вы увидели все сложности, и в марте уже 3 часа, 3 часа будет еще занятие и будет выступление, когда вы выступите и прочувствуете в буквальном смысле слова на своей шкуре, что значит привлекать себе внимание, почему информация не всегда хорошо, и надо уйти в развлекательный формат, чтобы тебя запомнили, потому что на сегодняшний день информация начинает терять свою актуальность. Самое важное на сегодняшний день становится все-таки, хоть я и говорю о том, что важна информация, но мы все становимся шоуменами, потому что есть три классических типа выступающих, и на сегодняшний день превалирует как раз тип выступающего, это шоумен. Все спикеры должны быть немножко шоуменами, отсюда и название спикер в стиле фан, потому что я уже буду говорить через призму своего многолетнего опыта на сцене, как использовать юмор, как использовать нестандартные подходы в визуализации своего образа, в общем, это будет необычно, это состоится вот, 7 мест, господа, 833 рубля в час, я же умею продавать, вы же понимаете, поэтому можете сами почитать, что всего лишь каких-то 163 евро или 15 тысяч рублей за участие за 18 часов, это дешевле, чем платить спикерам каждый час в спикер кафе, если есть желание, то вы можете регистрироваться. Вот этот образовательный курс уже лежит на таймпаде, так как мест всего 7, потому что я не буду делать из этого вебинары, когда у тебя 500 человек в группе, я знаю, так делают мои коллеги, они записали один курс, тебя какие-то непонятные кураторы в общем-то проверяют твои домашние задания, ты просто как робот исполняешь их это, а отдачи нет. Здесь я с каждым буду персонально нянчиться, давать инструментарий, давать принципы работы с информацией, делать из вас настоящих спикеров, не только в стиле фанк, но и классических спикеров, но больше всего у меня будет спикер как шоумен. Как работать с информацией, как не бояться камеры, как быть крутым в зуме, как быть крутым на сцене, почему красные носки и красный галстук это нормально, почему иногда надо поскользнуться перед выходом на сцену, тем самым привлечь себе внимание, почему для девушки важна ярко-красная помада и почему женщина должна улыбаться на сцене и быть гораздо более эффективной, чем в зуме, допустим. Все эти инструменты я буду давать на маленьком, экспериментальном и очень таком домашнем курсе спикеров с телефоном. Еще раз, так как мест всего 7, я сегодня с вас начинаю старт продаж, кроме вас пока никому еще не говорил, потому что я знаю, что Макс хотел у меня пойти поучиться. Вера, Маша, вам не надо, мы еще с вами не закончили, вы у меня будете, вы уже, что, вам не надо, это, вы уже прошли, так же, как и Александр, я приглашу вас в качестве экспертов, потом сторонних, чтобы посмотреть, сравнить себя с другими, будьте с моими спикерами соревноваться. Да, Александр, ты нажал микрофон, что ты хочешь сказать? Я хотел сказать, что ты пригласишь нас, чтобы мы разносили вот эта часть, неприятная самая. Ну, так как у вас есть уже опыт разноса, вы понимаете, что тем самым мы формируем иммунитет, когда тебе говорят, что чувак, или, простите, чувих, у тебя здесь то-то, то-то было, но вот это было нормально, у нас возникает стойкий иммунитет. И, в общем-то, я постепенно вот пытаюсь достучаться до вас и объяснить, что на самом деле все люди эгоцентричны, и всем глубоко плевать на то, что вы там говорите, как вы выглядите и так далее. Но нам же тоже очень важно, и мы должны свое эго потешить, меня должны услышать, меня должны понять, меня должны принять, и в конце концов моя информация должна быть полезной. Как это сделать? Вот этот курс, он здесь будет еще и на психологии немножечко построен, я сейчас разрабатываю все, ну, разрабатываю, обрабатываю входящую информацию психологического аспекта, то, чего не было на курсе вышки, и вот, собственно, будем формировать новый пул спикеров. Для меня это сейчас крайне важно, потому что сейчас я еще просто иду работать в одну секретную организацию, я уже обмолвился, на политический олимп тоже восхожу, но не на тот, вот, пока не буду говорить. И для меня очень важно сейчас наработать себе базу, потому что, чтобы потом воспитывать других ярких личностей уже на политической арене. Поэтому пилотный курс, всего семь человек, если вдруг возникнет желание, так что милости просим. Это я вам рассказал. Еще раз, на всякий случай, даты, возможно, у кого-то получится, не получится. Еще раз, вот эти даты в феврале в онлайне по два часа, всего лишь по два часа. И 6 марта я сделаю в оффлайне большую встречу в центре Москвы и потом еще в марте будет встреча. Поэтому... Пятни меня, пожалуйста. Тут ты можешь сама записаться, там все просто через таймпад. Ты можешь отсканировать, зайти по QR-коду, вот поэтому, и попадешь на таймпад. Дальше, Макс, ты вернулся? Ты здесь, да? С твоего позволения, дай я тебе скажу пару слов про твою Веру Брежневу. Ты куда-то ушел в тайный бункер имени Веры Брежневой? У меня... Да я ушел к Wi-Fi, у меня там пропало. А, ну ничего страшного. Это же Шерегеш, это горы, это не по мир, но тем не менее. Макс, смотри, что значит произошло с твоей Верой Брежневой? Учитывая, что мы практически все сказали, я, кстати, хотел Аню попросить дать вот развернутую обратную связь, с Максимом. Ань, можешь, пожалуйста, вот с высоты своей Веры Брежневой и Максу дать обратную связь? Я так понимаю, у Макса было выступление экспромт, то есть без подготовки, и на основе всей той информации, которая же была ранее сказана, можно было, ну так скажем, пошутить, что-то с юмором сказать, наверное, какое-то короткое сделать выступление, и если даже он не знает каких-то фактов, дополнительных о Вере Брежневой, ну там особо и нет, честно говоря, того, что еще можно было вот прям супер какого-то добавить, но вот мне не хватило отношения именно самого Макса к Вере Брежневой, допустим, как девушке, ставит ли он ее на один... Он сказал, подожди, подожди, Аня, он сказал, что он ее чуть ли не желает прямо здесь сейчас, в самом начале. Ну, он вроде бы сказал, и что, и она и талантливая, да? Но в то же время он ее где-то поставил... Не талантливая, не талантливая, а целеустремленная была, а талант пения у нее по сути нет, как бы я ее еще с Бузовой сравнил. Да, вот ты ее сравнил с Бузовой, получается, я не совсем поняла, что это было вот за сравнение, и нравится ли тебе, да, вот вообще такие девушки, такие блондинки, ну, 39 лет, и ладно, и 39 лет, ну, можно, мне кажется, было все равно что-то вот такое больше именно мужского отношения добавить, что-то вот, может, где-то пошутить даже, и сказать, да, я больше не знаю, что добавить, ну, красивая и красивая, ну, это там не мой типаж, или это мой типаж, но, видите, она уже замужем за Константину Меладзе, куда мне до него, в общем, я не такой олигарх. Ты понимаешь, Макс, Анечка, прости, что перебиваю тебя, ты сейчас вот твоими устами говорит, мне кажется, Макс, вот ты за него все сказал, поставь ему оценки. Ну, подготовка, получается, даже не знаю, как это сказать, по подготовке. Ну, скажи, как есть. Подготовки-то не было, это был экспромт, получается. Ну, и это сколько? А это четыре, видишь? Экспромт за четыре, да, пожалуйста, оказывается. А все почему? А все почему? Потому что Максим очень эмпатичный человек, он улыбался, он был расслаблен, ему все равно на веру Брежневу, потому что можно было сразу сказать, ребята, у меня есть полторы минуты, это все, на что меня хватит. Не как мужчину, а как вот все, что я могу сказать про Веру Брежневу. Не вербалика, а все хорошо, то есть он общался с нами чисто по-дружески, то есть такая, это некая обратная связь была. Лексика, ничего мне не бросилось, такого не резало слух, пять, уважение, тоже все хорошо, там недолгий был его спич, техоснащение, было хорошее техоснащение, я помню. ТО прошел, да. Да, и полезность материала, это не было полезным, но он просто высказал свое отношение. Все, это не было полезным. Макс, большое тебе спасибо, спасибо Ане, во-первых. Ну, что я хочу для себя заметить, вот в этот раз, я вижу второй раз твое выступление, и в этот раз ты настолько был спокойно и умиротворенный, либо это так усталость на тебя, либо на тебя горный воздух действует. Не знаю, здесь, но ты улыбался, тебе было легко. Ну, знаешь, вот запомни это состояние, в этом состоянии ты выглядишь хорошо, тебе приятно слушать, но здесь, Аня правильно заметила, и Камила в том числе, надо уметь готовиться. Если ты не знаешь, если ты не знаешь, что дать, какую информацию, я тебе сказал, надо бить прямо с козырей. Мы всегда боимся показаться аудитории, чрезмерно, знаете, эпатажной, но аудитория как раз от нас этого ждет. Я не перестаю сравнивать вот происходящее в шоу-бизнесе, ситуацию с Моргенштерном и той же самой Бузовой. Вот эти два человека, одна появилась на Олимпе достаточно давно, а второй появился на Олимпе внезапно, вот буквально за год, и сколько-то два там Моргенштерна. Но из-за того, что он хороший шоумен, умеет работать с информацией, у него прекрасные маркетологи вокруг, он эту информацию эпатирующе подает, к нему привлекается внимание, и на фоне всех остальных он это внимание к себе привлекает. Если вы хотите привлечь к себе информацию, вот здесь сейчас будет такой первый совет, это то, о чем я буду говорить вот как раз на спикере в стиле фанк, не бойтесь эпатировать и не надо стесняться. Если вы будете стесняться, бояться показаться аудитории вот такой вот рафинированной, сладкой, сахарной ватой, все хорошо, аудитория перестанет вас слушать. Не то, чтобы аудитории нужен жесткач, я тоже не склоняю чашу весов, не надо радикализировать свои выступления, но надо уметь сказать так, вернуть словечко, юмор, где-то действительно по-настоящему жареный факт, или произвести свое отношение к этому. Конечно, Макс мог начать искренне. Мое отношение к Вере Брежневой я к ней никак не отношусь. Вчера пришла тема Вера Брежнева. Я ее не знал, я ее послушал, хватило на один припев. А вот когда я ее посмотрел, особенно клип 2002 года в песне «Попытка номер 5», меня хватило целых на три минуты. А знаете почему? Ну, как вариант. Сейчас аудитория, ну, посмотрите, это формат коротких видеосообщений, это ТикТок, это Инстаграм, сторис, это Ютуб, и мы же смотрим этот бедный Ютуб, перематываем, мы смотрим сериалы, параллельно сидим в Телеграме. И если на что-то цепляет, а цепляет нас как раз те эмоциональные якоря, про которые я говорил. Про любовь, про деньги и про смерть. Ну, вот это человеческая природа наша так устроена. Плюс у нас еще есть страхи, которые не позволяют нам сказать что-то аудитории напрямую. Нас же осудят. Мы же не можем говорить, какая жопа у Бреры Брежневой при незнакомой аудитории. Но черт побери, когда ты смотришь и понимаешь, что в принципе эта аудитория тебе никакого репутационного вреда не нанесет, ты можешь такое сказать, если тебе надо привлечь в себе внимание. В конце концов, мы все продавцы. Каждый продает свой бренд. Чем больше мы внимания к себе привлекаем, тем дороже мы стоим. Вот сидит Саша Пастухов, с которым мы тут... Да, я хочу сказать, это историческое событие сейчас было. Запомните, пожалуйста, все, кто здесь присутствует. Константин Бышевой сказал слово жопа в эфире. Плюсую. Да, и более того, я не выключал запись. Игорь, есть что добавить, или это по поводу жопы? Нет, это не по поводу жопы, это относительно оффлайн-встреч. Да, я по поводу предыдущего сообщения, вот, относительно обучения и оффлайн-встреч. Если, допустим, это не в Москве, каким образом это будет происходить, просто я хотел уточнить. Ну, если не в Москве, то это сложно, потому что вот как раз я не сторонник уходить полностью в онлайн, я грущу и скучаю, и я считаю, вот, как преподаватель, что это неполноценный формат обучения в онлайне. Если я уж даю коммуникации, то они должны быть действительно по-настоящему гибридными и встречаться над живьем. Поэтому здесь у меня запланировано 6 часов как раз встречи в оффлайне, и одна встреча, она будет большая, я хочу собрать своих студентов, вот таких критически настроенных, как Александр, вывести вас в секретное место в Москве, поставить их, вот, буквально вас на лобное место, чтобы вы выступали перед критической аудиторией, чтобы вы поставили себе эту прививку иммунитета дополнительного от стресса, от стресса толпы, потому что, как правило, даже самая критическая аудитория в глубине души, да даже не в глубине души, она всегда сопереживает спикером, и она всегда готова помочь спикеру, стоит лишь спикеру к нему обратиться, к этой аудитории. Поэтому я пока не скажу, я понимаю, что и Макс у нас тоже хотел приехать, он в новом Брингу и вообще живет, может, приедет. И другие люди ко мне обращаются из разных городов, но, опять же, это, ну, к сожалению. Да, Александр. Спасибо. Я тут просто хотел добавить, тут смотрел интервью по поводу работы мозга, и почему оффлайн так важен, потому что даже дорога из общаги в институт для мозга дает некоторый щелчок для усвоения, а уж если из другого города вы полетите, как у нас делала и делает Анна, которая летает из Самары, если вы из другого города летите, представляете, какая важность у вас в голове, насколько, то есть это в принципе для усвоения просто в плюс, нежели перейти через дорогу или выйти в интернете вот сидя дома. Ну, тут все понятно, что от многих факторов зависит, и от материальных, там, если есть возможность, люди прилетают и учатся, просто это мы говорим про инвестиции в себя, и я говорю про то, что если вы, тут давеча воспитывал Росбанк и говорил, что людям, если вы хотите стать большим начальником, надо уметь одинаково хорошо общаться сейчас и в ТикТоке, и в Инстаграме, и в Ватсапе, и в Телеграме, и в Зуме, и в Тимс, и в Скайпе, но самое важное, это когда вы провели предварительные переговоры, создали о себе впечатление, знаете, весь такой нарядный, приходите на встречу, в глазах ужас, паника, а что сейчас делать, потому что вот это сейчас для всех безопасное общение, оно безопасное, и мы здесь гораздо более расслаблены, мы, знаете, вот люди привыкли хейтить друг друга в Инстаграме, а руки твои до меня дотянутся, я сейчас все, что хочешь тебе скажу, то когда встреча переходит в разряд оффлайна, там начинают действовать немного другие принципы, но и все равно надо удерживать внимание, поэтому, увы, если вы не в Москве, то подумайте, возможно, захотите прилететь, вот, Макс, твое выступление сегодня было, как уже Аня сказал, не до конца подготовленное, но не могу не отметить твою эмпатию, твое такое спокойствие и умиротворение, которое передавалось нам, мне очень понравилось твое сравнение Брежнева с Бузова, я просто не понял, к чему это, для меня они обе не самые талантливые певицы, но, если мы переложим их талант на призму денежных знаков, которые они заплатили, и в отличие от нас с вами, их знает гораздо больше людей, это ли не успех в современном мире? Давайте так, мы можем сколь угодно плевать в спину этим людям, но мы плюем им в спину, это значит, что они впереди, поэтому давайте относиться с уважением к тем людям, которые добились большего, чем мы с вами, я не могу так говорить про всех, но тем не менее, ведь Вера Брежнева, отмечая сегодня свой 39-й год рождения, не знает, что о ней в таком ключе говорит целых 11 человек, понимаете? а ведь мы говорим, это значит, что она топ, а мы с вами о ней говорим, а я очень хотел бы, чтобы о вас говорили, а умение не просто говорить, но и коммуницировать в широком аспекте этого слова, это очень важный софт-скилл, про который говорят все, поэтому, уважаемые коллеги, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто сегодня заглянул, к сожалению, до нас не дошел еще один спикер, который должен был в пику Маши выступить с темой Памиры, это было очень интересно, я благодарю Анну за ее веру Брежнева вместе с Максимом, Анна и Максим Брежневы, знаете, Леонид Ильич сейчас так поперхнулся в кремлевской стене, Надя, спасибо тебе большое за худи, каждый раз, глядя на тебя, я вижу, что у тебя все больше и больше уверенности, гораздо больше, вот все, кто видел выступление Надежды, вы видели, что она волнуется? Нет. Вообще нисколечко, и даже я, человек, которому глаз наметан, я смотрю на тебя, ты излучаешь такое спокойствие, такую уверенность, мне кажется, тебе любой вопрос задашь, ты на него ответишь, и вот отсюда-то как раз уверенность рождается, потому что Надя, в отличие от нас всех, специалист по худи, если Леня задает вопрос из серии, а чем отличается, Надя говорит, у меня пять источников, два Оксфорда, один Кембридж, и вообще у меня две худи, и еще дети есть, которые эти худи носят, и вообще их носила, когда вас еще всех не было. Все, я вообще пойду сейчас капюшон пришью, свитеру, и будет у меня самодельное худи. И вот это было с такой уверенностью. Я благодарю Машу, Маша сейчас как раз у меня заканчивает обучение на курсе, и у Маши органично все за исключением времени. Но это, почему мы затягиваем время, потому что нам нравится то, о чем мы говорим, поэтому, к сожалению, такое происходит. И вот здесь должен стоять человек, который вот, или чертик вот здесь сидеть и говорит, заканчивая не устали. Очень тяжело. А кто? Когда мы устали? Да, когда я. Когда ты выступала? Нет, я тебя внимательно слушал, потому что, когда ты выступала, я был в горах Киргизии, в Памире, понимаешь? Мне очень важен этот аспект. Вы почувствовали затянутость моей речи? Если бы вы не знали, что есть режим выступления четыре минуты, вы бы меня дослушали или все-таки улетели бы в свои мысли? Ты сейчас меня спрашиваешь? Нет, я спрашиваю. Ну, давай, давайте я тогда дам комментарии. Ну, я говорю, для меня это были американские горки, поэтому для меня как бы время потерялось чуть-чуть. Вот. Но это именно за счет вот этих перепадов, где и эмоционально, то есть вот это вот яркое выступление, потом монотонность, потом опять яркое выступление с интригой, вот, и снова яркое заключение, оно меня как бы из времени чуть-чуть выкинуло. Но если бы мы говорили, что так было бы на протяжении там 20 минут, вот тогда бы я уже начала уставать. Как бы 4-6 для меня здесь разницы не составили, но именно в рамках вот сегодняшней встречи. Спасибо. Спасибо, Камила, и спасибо, что сказала про 20 минут, потому что так получилось, что в последнее время преподавая в вышке я не выходил за формат 4 минут, и вот в последний раз в предыдущей группе мы делали выступление в 10 минут, которое никто не осилил. Сейчас я буду касаться еще профессиональной вашей деятельности, и некоторые выступления будут доходить до классических 20 минут с использованием материалов. То есть фактически мы отрабатываем модель выступления презентационную, когда вам надо на работе делать презентацию. То есть я еще этого аспекта коснусь рабочего. Что он тоже очень важен, есть запрос, как делать презентацию, то есть на 4 минуты меня никто не будет слушать, мне надо выступать 20 минут. Как распределить силы, с чего начать, на сколько частей поделить выступление, об этом я тоже расскажу, то есть это тоже в рамках компетенции будет на курсе. Поэтому думайте, дорогие господа. Ну, а за всем я хочу поблагодарить вас всех. Я получил нескрываемое удовольствие. К сожалению, 8 человек, которые до нас не дошли, не получили этого нескрываемого удовольствия, но это их, как говорится, проблемы. Еще раз, большое спасибо всем. Макс, я вижу у тебя 11 часов и твои ресницы все медленнее и медленнее хлопают. Это нормально. И у тебя еще соревнования были. Да, но ты молодец, что пришел. Молодец, что не спрыгнул. Я понимаю, я вас зашел. Все, час, Макс. И скажи еще раз, час ночи у нас. Да просто у меня интернет плохой. Бегаю по коридору, ищу его. Все, ну, видишь, если человек хочет, он найдет. Да, Камила. Можно добавлю тебе? Спасибо огромное. Не могу от вас оторваться. За очень крутую обратную связь с питером. Камила, я вас благодарю. Мне очень понравились вообще все ваши комментарии. А у новичков всегда так. Это, это правильное замечание, Камила. Незаезженный, незаезженный глаз. Поэтому я и говорила, объясните правила. Это, это совершенно верно, потому что, когда у людей уже заезженный глаз, мы меньше времени тратим, мы там не обращаем внимания на какие-то вещи, и, а ты сегодня поступила как такой истинный, честный новичок. Ты по всем прошлась, дала обратную связь. Ты же не несешь никаких репутационных рисков. Тебя люди не знают, ты их не знаешь, ты им всю правду рассказала. Нет, я здесь добавлю. Кость, это важный момент. У нас у всех включены камеры. Ну, как бы, репутационные риски. Ты имеешь в виду, что тебя по айпишнику найдут? Нет, я с точки зрения того, что очень сложно хейтить человека, когда ты смотришь ему в глаза. Вот, поэтому, ну, как бы, но кто тебе сказал, я могу с тобой на эту тему поспорить, уж я как никто другой могу. Я верю, Кость, в этом плане. Но это только, знаешь, боль во благо развития. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня все, кто был, я сейчас конвертирую это видео, залью ее по закрытой ссылочке в YouTube и закину в Telegram на канал Speaker Battle. Поэтому вы сможете посмотреть себя. И еще одно важное замечание. Те, кто давал комментарии, если вы думаете, что вы не выступали, я всегда об этом говорю, комментарии это тоже выступление, причем это самый сложный формат. Обратная связь, посмотрите, как вы себя ведете, посмотрите, как вы говорите, смотрите ли вы при этом в камеру, уважительно ли вы общаетесь с теми людьми, с которыми вы говорите, косноязычны ли вы, лезете ли вы за словом в карман, для вас это тоже будет интересно посмотреть на себя со стороны. Это тоже выступление. Это чистой воды импровизация, основанная на выступлении предыдущего спикера, но тем не менее это выступление. И что еще сложнее, тут надо подумать, потому что я всегда говорю, давать обратную связь гораздо сложнее, чем выступать, особенно незнакомому человеку. И именно поэтому тебе, Камила, тебе, Игорь, прошу прощения, что перешел на ты, и Леониду тоже будет интересно посмотреть на себя, как вы выглядели в этот момент. Посмотрите, я вас благодарю, коллеги, и думаю, что если у меня хватит времени на следующей неделе, то, возможно, еще проведем спикер-кафе, потому что я, честно говоря, соскучился. По вам, по всем. Все, счастливо. Отключаюсь. Всем отличного вечера. Не болейте, друзья. Пока. Спасибо. Всем пока. Пока. Пока.